АПЛОДИСМЕНТЫ У активистов ОНФ есть целый год. Ну а самые яркие, интересные и актуальные вопросы прозвучат сегодня в нашем эфире. Вчера утром написала на сайт Москва Путину вопрос, что не платят зарплату, а уже вечером она пришла. Многие проблемы решались даже превентивно, но сколько нерешенных. А самое главное, мы все теперь живем в совершенно другом мире. И, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Да и вообще, когда, как не сейчас, за две недели до Нового года подводить итоги года. Декабрь всегда у нас традиционно богат на события. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, Вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для Вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовало тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета, в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне надумается здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская экономика не рухнула под давлением вот этих так называемых наших бывших партнеров. Но ведь не скрывается ими цель, что нас нужно додавить, придавить, прямо такими словами вот они говорят. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточно для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд. И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое – это самое главное. Это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнёров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей армии и органов безопасности. Владимир Владимирович, ну а если говорить об экономических показателях, вот конкретных, чем можно гордиться? Да, знаете, я как это обычно делаю, я принёс с собой табличку, ничего здесь такого нет, того, чего мы, наверное, не знаем. Вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то значит, отыграли падение и сделали достаточно серьёзный шаг вперёд. К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. Это к концу года ожидается 7,5%, ну, чуть, может быть, больше, к 8%. Ну, Центральный банк, правительство принимают необходимые меры, мы можем ещё об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Затем промышленное производство растёт, уверенно, 3,6%, но что особенно радует, это растёт обрабатывающая промышленность, 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Давно не было такого. А вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Что это означает? То есть сегодня у нас рост в промышленности, в ВВП очевидный. Плюс 10% в основной капиталной инвестиции о чём говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться. О безработице я ещё скажу. Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уж не говорю про банки, у них там, значит, они заработают под 3 триллиона рублей, свыше 3 триллионов. Конечно, я знаю и в этой аудитории, и в целом в стране скажут, ну вот банки жируют и так далее. Это всё понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, вот для них это приятная новость. Устойчивость российской финансовой системы банковской. Значит, теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5%. Уровень безработицы, о чём я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель о состоянии экономики. Когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет мрот повышен сразу на 18%. Мы нечасто это делали. Значит, государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идёт ритмично, часто даже с опережением графика. Ну и такой интегрированный социальный показатель. У нас по социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем, но всё-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чём мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите, динамика какая. 21-й год продолжительность жизни в России 70,06, 22-й год 72,73%, а вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. На днях вы награждали героев России, и мы затем видели, как вы говорили, ребят надо беречь, но делать, делать, делать. Вот уже почти два года наша страна живёт в условиях специальной военной операции, и вопросов от граждан к нам на передачу по этому поводу, конечно, шквал. Я просто некоторые буквально зачитаю. Как вы эти два года оцениваете? Какова ситуация сейчас? Какова динамика? Цели и задачи операции, они те же, что и поначалу, или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернёмся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чём мы тогда говорили. О деноцификации в Украине, о демилитаризации, о её нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения деноцификации. Вот в ходе переговорного процесса, который имел определённый этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чём недавно официальные лица в Киеве упоминали. В целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то деноцификация. И говорили о том, что никакой фашизации, роста таких настроений нет. Ну, как же нет, когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера, возведён в ранг национального героя. Как же нет? А когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма, что ли? Поэтому вопрос деноцификации, он актуальный. Правда, тогда в ходе процесса переговорного нам так, в общем, было сказано, нашим переговорщикам, что в принципе не исключает возможности принятия каких-то законодательных актов на Украине. Но это было тогда, в ходе переговоров в Стамбуле. Теперь, что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Ну, сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят. Все привозят, извините за маветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом. Я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. Я сейчас не буду вспоминать эти цифры по самолетам, по сетям ПВО. Ну, вот дали им сколько там, сколько мы обещали. 400 танков, 420, 430. Ну, дали. Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, почти что 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся, а мы это демилитаризация. Согласуем определенные параметры. А, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности. Но это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Вопрос короткий, но волнующий очень многих. Будет ли вторая волна мобилизации? Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали ордена другого достоинства. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники. Потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 44 тысячи, по-моему, уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два, на три года. Это так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и войны Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Если позволите, все-таки я напомню, у нас совмещенный формат, у нас и прямая линия, и пресс-конференция. Поэтому давайте мы начнем общение президента. Одну секундочку, простите, пожалуйста. У нас, видите, у нас демократия. Скажите, тем не менее, чего хотите. Давайте мы... Нет, Дмитрий Сергеевич, ну давайте. Пожалуйста, дайте микрофон, пожалуйста. Журналисты такой народ. Здравствуйте, меня зовут Людмила Колиева, я представляю Северную Осетию, 15-й регион. Владимир Владимирович, Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. Это и Саплиев, и Хаджумар Мамсуров, великие полководцы и герои Советского Союза, проявившие себя Великой Отечественной войной. И сейчас интересы Северной Осетии, то есть интересы России, также продолжают защищать представители и жителей Северной и Южной Осетии, да и всего Северного Кавказа. Что хочу сказать. Вот в том числе много добровольцев. Вот у нас, допустим, в Северной Осетии два добровольческих отряда. Это Шторм Осетия и Алания. Сегодня для военнослужащих, которые служат по контракту, есть и разработано много льгот и разных мер поддержки. Смогут ли на них рассчитывать и добровольцы? Спасибо. Вы знаете, я смотрел вопросы, которые поступают, но, конечно, все даже просмотреть невозможно. Там сколько, Дима, всего? Больше двух миллионов. Два сто. Два сто уже. Да, миллиона сто. Но, тем не менее, Дмитрий Сергеевич мне ещё где-то несколько дней назад принёс вот такую экипку, я их просматриваю. Таких вопросов много. Я хочу ещё раз повторить свою позицию. Наверняка будут возникать ещё вопросы подобного рода. Все добровольцы, все, кто с оружием в руках, отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть определённые недоработки. Есть. Мы знаем о них. Вчера, только анализируя поступающие письма, говорил на этот счёт и с министром обороны, и с начальником генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой. Мы обсуждали, она как человек, вице-премьер, возглавляющий социальный блок. Значит, там по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, ещё вернёмся к этому. И я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это всё сформулировать. Мы обязательно добьёмся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия, и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. И я знаю, что и Штором Аланья, и Аланья блестяще воюют. Мне и руководитель региона тоже об этом говорил в докладе. Вот у меня, можно я покажу кип? Да, да. Это вот только то, что я отобрал. Проблема с выдачей удостоверений ветеранов боевых действий. И предлагаю сейчас тогда идти нам сразу на видео вопрос по этой тематике. Сергей Максимович Соболев из Новосибирской области, город Искитим. Владимир Владимирович, здравствуйте. Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта, войну здесь слышно хорошо, рядом со мной бойцы штурмовой бригады Министерства обороны России, ветераны. Вашей именной бригады. Все почти уже два года СВО, парни на передовой, сейчас под Донецком. Работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается по швам. Каждый новый день приносит новый хороший результат. Владимир Владимирович, победа наша уже видна. Да, даже противник это понимает. Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны, люди с колоссальным боевым опытом. Пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Как Вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодёжи? Есть ли такие планы? Во-первых, я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но, тем не менее, поверьте мне от души. И НГШ, другие командиры многократно мне, знаете, что говорили? На таком-то участке создаётся такая обстановка. Сейчас там ветераны. Ситуация будет абсолютно точно взята под контроль. И это просто вот эти простые слова, это оценка того, что Вы делаете, можете делать, уверенно ещё сделаете на поле боя. Что касается востребованности таких людей, как Вы, в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей, она в высшей степени востребована, в высшей степени. И это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас сейчас. Вот, может быть, не к месту будет Бисмарк вспоминать, но, тем не менее, он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем, он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это правильно, это точно абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать, уже свыше тысячи Ваших коллег и Ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше, будем точно совершенно расширять эту работу. Потому что одно дело прочитать в книжке или даже в кино посмотреть патриотического характера, а другое дело передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Но кто может сделать это лучше, чем вы? У нас живой эфир, живая ткань, видим сразу, что всё вот так вот на живую нитку. Ну, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, Павел. Извините, Дима, извините, пожалуйста. Убивают Волгу. Что такое? Судя по всему, сейчас будем всё время в таком вот… Проблема такая действительно есть. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана «Бизнес онлайн». В этом году жители регионов по Волжье столкнулись с катастрофическим обмелением Куйбышевского водохранилища. Всё лето воду спускали в низовья Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Я надеюсь, что этого не произойдёт. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объём электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях хотят, чтобы моряка была полноводной. Моряки, конечно, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны. И поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотёк в прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть. Согласен. Владимир Владимирович, мы видим, что наши коллеги действительно очень активны. Пожалуйста, вопросов много, чтобы нам всё-таки паритет соблюдать. Дмитрию Сергеевичу вернём. Вернём. Браздные проблемы. Давайте, я вижу, это Артас, средний сектор. Пожалуйста, первый ряд. Кремлёвский пол, собственно говоря. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАСС Екатерина Коростовцева. И у нас вопрос на международную тему и вопрос трёхсоставный. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы нормализации отношений с Евросоюзом? В последнее время становится всё более очевидным, что западные страны устали от поддержки Украины. Как Вы оцениваете этот новый фактор? И ещё такой вопрос. Правые силы на данный момент усиливают свои позиции на политической сцене Европы. Как бы Вы могли это прокомментировать, и не беспокоит ли Вас это? Спасибо. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошёл на Украине, с чего начался-то? Давайте вспомним, но не пожалеем трёх-четырёх минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. Чуть-то как не госпереворот. В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Это и есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, отнесли. Мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл всё-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чём проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, всё-таки в основе своей русские украинцы и единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разную сторону. Но в значительной степени они-то здесь даже ни при чём. Вот весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторические российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку «Турция», да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Всё при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причём здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще ни Крым, ни вообще всё при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал всё в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Востока, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шёл на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, 5 миллиардов. Публично сказали, не постеснялись даже. В 2014 году приехали три министра иностранных дел из Европы. Польские, немецкие, французские подписались как гаранты договорённости между властью, президентом Януковичем, и оппозицией. Договорились, что всё будут решать мирным путём. Через два дня совершили госпереворот. Вот зачем? Пошли бы на выборы и выиграли бы нет, чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договорённости между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет, но мы не забыли и не забудем. Вот это, плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО, всё это привело к этой трагедии. Плюс ещё кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Всё это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. Вот в этих условиях, когда я говорю, США задумали и организовали, Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывают, подпевают им там. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только два-три раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять. Вот эти гарантии договорённости между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали. И тут же о них забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чём? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это и видим. Они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе. Но, тем не менее, делают это. Значит, вот многие еврейские деятели внешне ведут себя как генерал Деголь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал всё, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петтен, который был, на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так. Ну, кроме там нескольких человек. Вот Фитцов появился сейчас после выборов. Сейчас, ну, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет. Но я не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от старшего брата, от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается Соединённых Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам. Им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чём-то, где-то договариваются или в чём-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут усказать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свой вопрос. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы. Дарья Иванович, я чуть-чуть ещё всё-таки. У нас не все военкоры сейчас на передовой. У нас здесь, я вижу в студии, вот тот сектор. Пожалуйста, это Николай Долгачёв. Задайте свой вопрос. Владимир Владимирович, здравствуйте. Это Николай Долгачёв, корреспондент Вестей, сейчас директор филиала Луганск. Да, Луганская республика практически полностью освобождена и мирная жизнь восстанавливается, но мы за весь фронт переживаем и знаем, какие активные бои ведутся на юге и вдоль Днепра. Даже уже некоторое время говорят о некоем плацдарме противника на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки. Что вообще это за плацдарм, как там идёт у нас обстановка? И если позволить ещё дополнить, дело в том, что на тех освобождённых районах, которые уже немножко дальше от фронта, действительно идёт очень масштабная работа по восстановлению и социальных объектов, инфраструктуры. Мы видим это своими глазами, как сильно меняется жизнь. Но многие спрашивают, и я спрошу, а какое будущее у всех новых регионов нашей страны? Какая цель через несколько лет, какими мы их увидим в стране? И мы знаем, что как вы скажете, так и будет. Поэтому скажите, пожалуйста, как будет? Хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Не всегда так бывает, к сожалению. Но это мировая практика. Да, я думаю, что вот у каждого сидящего здесь, да и у каждого, кто нас слушает и смотрит, тоже так же. Мы что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получается. Это нормально. Но стремиться к достижению своих целей, безусловно, нужно. Теперь по поводу этих Крына. Ну что там происходит? Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось. Последняя попытка, во всяком случае на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левой берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Все говорят об этом, все хорошо знают. И ничего здесь нового нет. Что произошло на этом участке? ВСУ сосредоточило удары артиллерии по очень узкому участку берега Левого. Для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. Я вам скажу, вы, военный корреспондент, понимаете, о чём я говорю, в лесопосадке, чтобы они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь. ВСУ зашло на этот участок, он небольшой, 300, 1200 примерно в длину был, и где-то 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 всё время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнём артиллерии, дронов, других средств поражения. Вот у наших военнослужащих там потери санитарные, два, три, вот три дня назад было шесть человек раненых у противника, десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок и по политическим, я считаю, только по политическим соображениям бросают туда личный состав. А с чем это связано? Ну, можно только представить себе, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выключить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. И подход, видимо, такой. Вот пока ездят и клянчат, нужно показать, что у вооружённых сил Украины есть какие-то шансы добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Ну, просто их выбивают оттуда, вот и всё. Можно навести, конечно, там мосты, понтоны, но не наводят, потому что понимание-то и есть, что они будут уничтожены, что пристреляны же всё. Вот это и происходит. А хочу обратить ваше внимание на что. Это не просто военнослужащие вооружённых сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Вот если посчитать, сколько за полтора месяца там потери какие у ВСУ, но можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. Так совсем уже здесь секрета нет. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооружённой борьбы. Но они продолжают это делать. И это трагедия, я считаю, для них. Тем не менее, и министры, и НГШ сказали, нет, но мы постепенно всё-таки будем там сужать это пространство свободы. Это и происходит. Вот это и происходит. Я думаю, что скоро к этому идёт и закончится. Вот теперь положение на фронте в целом, вы спросили. Ну, вы и сами знаете, вы эксперт уже. Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце так сжимается. Особенно девушки там прямо на первой линии бегают. Не знаю, надо бы руководство каналов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это. Ну, ладно. Положение вы сами знаете. Положение какое? Практически по всей линии соприкосновения наши вооружённые силы, скажем скромно, улучшают своё положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всём протяжении идёт улучшение положения наших войск. Теперь по поводу будущего регионов. Ну, да, много вопросов среди поступивших именно об этом. Причём и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет, как они будут развиваться? Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России. Конечно, в других регионах ситуация компетентально лучше. Связано это с тем, что почему-то, так же, как и в Крыму было, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам. Но вот триллион ежегодно плюс вкладывается и будет вкладываться в ближайшие годы. Плюс у нас установились такие побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, под 140, вот это в районе 150 миллиардов. И планируется регионами вложение нашими другими регионами ещё примерно 100 миллиардов. Но что я хочу сказать, и это важно, что вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чём говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там ещё очень много нужно будет сделать. Мы сделаем это. Мы работаем в прямом эфире, всегда случаются разные технические нюансы. Чуть ранее мы видели видеовопрос военкора ВГТРК Сергея Зенина. Можно? Да, потому что всё-таки я обратил внимание на Калиево, что Турция у него. Давайте мы спросим. Но потом вернёмся к военкору. Вернёмся обязательно. Представляйтесь, пожалуйста. Обещаю. А среди них есть и девушки, действительно. Али Джура, агентство «Анадолу». Господин президент, в результате атак Израиля в секторе газа каждые 6-7 минут погибает один ребёнок. Уже погибли 8 тысяч палестинских детей и более 6 тысяч женщин. Но на данный момент в Палестине человечество мертво. К сожалению, ООН и крупнейшие державы мира не могут остановить эти атаки. Как вы думаете, что ООН утратила свою функцию? И в связи с этой ситуацией в Палестине существуют ли совместные усилия Турции и России по обеспечению мира в регионе? И, кроме этого, какие общие планы у Москвы с Анкарой по международным и региональным вопросам? Планируете ли вы посетить Турцию в ближайшее время? Спасибо. Во-первых, я смотрю, что происходит в Газе. Я сейчас свою характеристику дам. Я в целом согласен с тем, что вы говорите. Но хочу отметить всё-таки значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают всё для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно. Он очень активен на этом направлении. Дай Бог ему здоровья. Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, вернёмся, я так понимаю, к ситуации, связанные с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всём мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуете разницу. Но ничего подобного в Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин, но генеральный секретарь Организации Объединённых Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это такая оценка о многом говорит. Но это объективная оценка, что же здесь сказать. Что касается роли ООН, вы знаете, здесь нет ничего необычного. Я тоже говорил об этом. Ведь во времена Холодной войны очень часто различные силы, различные государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда, особенно в период Холодной войны. Неслучайно министры иностранных дел Советского Союза Громыко называли господин Ноу. Очень часто Советский Союз накладывал вето. В этом есть огромный смысл. Вето есть, значит, действий, которые какая-то страна воспринимает как враждебные в отношении себя, не происходят. И это важно. И важно сохранить такие механизмы в ООН. Иначе она превратится просто в говорильню, как это было в известный период после Первой мировой войны. Поэтому это не значит, что нельзя и не нужно искать этих консенсусов. Надо. Мы, так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть всё-таки имплементированы решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей Восточной Иерусалимы. И это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Теперь по поводу планов. Мы с президентом Эрдогана же в контакте по этим вопросам. И у нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно. Но там, я могу сказать, здесь секретов нет. У президента Эрдогана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию. Я им сказал об этом. Но у него по графику не получилось. У него не получилось, не у меня. Так бывает. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующих годов осуществить этот визит. Что касается наших усилий. Вы знаете, что был недавно и в двух арабских странах. Он консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединённых Арабских Эмиратах. Первое. Нужно сохранить людей в Газии. И с Египтом тоже мы в контакте. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе недалеко от, на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили над темой о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Я переговорил с премьер-министром Нетаньяху, они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия, во всяком случае, на сегодняшний день. Если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает. Тем не менее, у нас и с азраильтянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события ВКонтакте будем активно работать. Так вот, об отважных девушках-военкорах, о которых вы сами и сказали. Настоящие репортеры. Мы связались с корреспондентом Первого канала Валентиной Соловьевой, которая снова работает в Запорожской области. Здравствуйте. Мы находимся в Мелитопольском областном онкодиспансере. Вот одна из его палат. Посмотрите, как плотно стоят койки. Здесь три койки, здесь еще шесть коек. Главный врач этого диспансера Константин Юрьевич Лакунин. Константин Юрьевич, пациентов мы видим у вас много. Какова ситуация с врачами? Пациентов много, а врачей, конечно, не хватает, как по всей России, так и у нас. Но у нас ситуация, может быть, даже более драматичная. Не хватает онкологов, не хватает гематологов, не хватает детских онкологов. Да ничего там не хватает, их просто нет. Поэтому приходится диспансеру брать на себя все эти функции. Спасибо федеральным научным центрам, которые оказывают нам и клиническую помощь, и методическую помощь, и принимают наших пациентов на лечение. Вот сейчас на одного врача сколько пациентов приходится? На амбулаторном приеме приходится порядка 50-60 человек в день против 30 положенных по нормативам. То есть примерно нагрузка в два раза увеличена. Точно такая же нагрузка и в стационарах. То есть у нас на одного врача приходится минимум по 20 человек онкологических пациентов, что тоже в два раза выше. Но при этом вы развиваетесь, у вас поставки оборудования, я вижу. Но при этом, да, у нас идет полномасштабный ремонт хирургического корпуса. Оборудование для него уже поставлено по федеральным программам. Вот оно здесь находится, в частности это операционный стол для новых операционных. Поэтому мы верим, что мы заработаем с новыми успехами. Соответственно вопрос кадровый стоит перед вами остро. Соответственно вопрос, который мы бы хотели задать. Ну вопрос, он же предложение рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы, по привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно это будет строительство жилья, возможно это будет предоставление земельных участков, может быть льготная ипотека. Но чтобы, так сказать, кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом. А зарплата сейчас конкурентная? Зарплата сейчас вполне конкурентная и, в общем-то, собственно говоря, на эту зарплату к нам приезжают специалисты. Нельзя сказать, что их нет. Приезжают, но этих мер, видимо, недостаточно. Спасибо большое. Такой у нас вопрос. Да, вопрос понятный. Знаете, чтобы было приятно, вот когда доктор сказал, у нас не хватает специалистов, врачей, как и во всей России. Я цитирую. То есть, вот есть восприятие своего региона, своего субъекта, как части России. И это вот на это, с этой точки зрения, хотел бы отметить этот вопрос. Но проблема понятна. Это предложение создать специальную федеральную программу, которая помогла бы приобретать жильё и так далее. Я не знаю, нужно ли создавать специальную программу, но обратить внимание на это точно нужно. Я с ним согласен. У нас льготная ипотека для этих регионов есть. Она 2%. Она более чем льготная. Значит, более льготная даже для семей с детьми в целом. Но в чём там проблема, насколько я понимаю? Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жильё. А нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы, так же, как на Дальнем Востоке, распространять это на вторичный рынок. Вот что надо сделать. И тогда это будет работать быстро. Прямо сейчас начнёт работать. Это вот первое. И второе по поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата конкурентоспособна, как доктор сказал, то вот что нужно сделать. Что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъёмные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, но, тем не менее, мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу. Владимир Владимирович, мы видим, что коллеги не могут даже дождаться окончания вашего ответа. Давайте передадим... Вы говорили шумбрат, да? Нет, вот я обещал всё-таки... Путин шумбрат. Видимо, из Мордовии вы, да? Да, пожалуйста. Давайте, дайте вот девушке в красном, пожалуйста, микрофон. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Анастасия Ведяева из филиала ВГТРК, ГТРК Мордовия. Представляю нашу многонациональную республику. Я хочу пригласить вас на наш павильон, на выставки «Россия». Спасибо. Во-первых, благодарю за эту идею. Какие отзывы, Владимир Владимирович? На днях было проведено исследование, подведены итоги, и 97% россиян испытывают гордость после посещения этой выставки. И, конечно же, регионам есть чем гордиться. В Мордовии, благодаря вашей поддержке, реализуется инновационное производство. Во-первых, импортозамещающие, оптиковолоконные, кабельные. Это и фармацевтическое направление, и, конечно же, визитная карточка Мордовии. Это чёрный алмаз, наш морёный дуб. Добываем сад на реку и такую красоту делаем. Владимир Владимирович, это, конечно же, не только возможность увидеть красоту, но и наладить различные вопросы, решить вопросы с бизнес-сообществом. Решить разные вопросы, и я приглашаю вас. И очень бы хотела там присутствовать. В преддверии Нового года каждая девочка, даже большая, мечтает о чуде. Поэтому я думаю, что вы не откажете. Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своим традициям, к своей культуре, во всех проявлениях. И к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова. Что касается регионов и выставки региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей. И я с вами согласен. Постараюсь там побывать. Спасибо большое. Давайте, перед тем, как мы вернёмся к вопросам граждан, давайте ещё один вопрос от СМИ. Вот давайте Матч ТВ. Что-то, наверное, про спорт, судя по каналу. Здравствуйте, я Мария Корбова. Действительно, телеканал Матч. Вопрос, конечно же, о спорте, тем более есть что спросить, есть что обсудить. МОК неделю назад выдвинул крайне жёсткие критерии допуска российских атлетов на Игры 2024 года. Например, к израильским спортсменам никаких особых ограничений, никаких требований нет. В такой ситуации на Олимпиаду стоит ехать. И вообще, в целом, какая обстановка со спортом высших достижений у нас в стране? И вот ещё тоже не можем не спросить. Знаем, вопросов много от регионов поступает в связи с непростой обстановкой. В непростое время будет ли продолжена программа развития физической культуры и спорта, особенно в российской глубинке? Спасибо. Владимир Владимирович, прежде чем вы ответите, вообще вы сам человек спорта, и дзюдо называли своей первой любовью. Действительно, это так. У нас огромное количество обращений как раз от родителей, от тренеров и даже от самих детей, которые говорят, что есть огромная воля к победе, к участию в соревнованиях. Но вот тренироваться абсолютно негде, условия просто недостойные. Давайте посмотрим видеообращения из Крыма. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам, кримские ребята. Живём мы в село Солнечная Долина, городского округа Судакова. Мы с вами занимаемся футболом и хоккеем на тренере. Были на многих соревнованиях, в том числе региональных и всероссийских. Привозили всегда медали, футки, грамотные и даже призовые места. Занимались всегда в спортзале, в здании клуба. Но в этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет, полы уже давно проделились. Стены покрыты с плесенью, окна выбиты, подсталка идет вдоль. В здании холодней, чем на улице. Тренера наши обращались во все инстанции. Но наши места и другие власти игнорируют все обращения. В декабре месяц занимаемся на свежем роде. Обращаемся к вам с просьбой помочь нам аккрементировать наш зал. Посодействовать всем, чтобы нас услышали и помогли. Мы хотим вырасти сильным и здоровым и быть защитной опорой для нашей Родины. Желаю... Благодарю! Хорошо. Значит, я сейчас отвечу ребятам, конечно. По поводу решения МОК в сравнении с другими спортсменами, с азраильскими и так далее. Первое. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, это полное противоречие и извращение идеи Пьеры де Кубертена. О, спорт – ты мир. Спорт для того и создавалось олимпийское движение, чтобы объединял людей, а не разъединял их. А современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. В этой связи вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе. Если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей. И поэтому нам так же, как, знаете, у нас говорят, не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь. Мне кажется, некорректно показывать пальцем на каких-то других... Там есть проблема. Мы сейчас только что говорили с турецким коллегой вашим. Но спортсмен здесь при чём? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано и в отношении России. Но этого не происходит. Они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта. Так же, как и европейские политики принимают решения, выгодные для США, для их экономики и невыгодные, губительные для себя. Здесь то же самое, только в другой сфере. Ехать или не ехать... Вы знаете, здесь есть вот какой момент. Надо посмотреть внимательно, что это за условия, флаг, гимн. Я всегда говорил, что спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что наш это флаг, не наш. Все знают, что это наш спортсмен. Это вот очевидная вещь. И поэтому я, в принципе, и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти искусственные условия, политически мотивированные, искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные или бронзовые медали, обесточить нашу сборную, ну тогда, вот там, допустим, спортсмены из ЦСКА, может быть, не смогут... Из Динамо, поскольку они там связаны, якобы связаны с вооружёнными силами. Хотя сегодняшняя ЦСКА вообще никак не связана с вооружёнными силами. Это вообще частная организация. Но придумывать могут всё, что угодно. Если вот цель в этом – отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или, значит, он, наоборот, загибается, ну тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный Олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенные решения. Владимир Владимирович, ну и всё-таки Вы обещали нашим ребятам из Крыма, которые адресовали своё обращение ответить. А, да, ну из Крыма, само собой. Я пометил, хочу к ребятам обратиться и сказать, вообще нужно развивать спорт и развивать все наши программы. Кстати говоря, действительно, у нас в прошлые годы, в прошлые годы где-то полтора миллиарда, даже больше, по-моему, миллиард 700 выделяли на развитие, из федерального бюджета, на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году там нет даже 700 миллиардов в этом бюджете. Но надо обязательно к этому вернуться. И это будет, кстати, должно быть в будущей президентской программе. Обязательно нужно это сделать. Мы это сделаем. А что касается конкретного вопроса в Крыму, я и с Сергеем Валерьевичем переговорю, ну и мы с федерального уровня поможем, точечно эту проблему точно решим. Таких обращений действительно немало. Вот я целую стопку себе выбрала. Тюменская область, хоккей, разные виды спорта, все. Дмитрий Сергеевич, возвращай, пожалуйста. Общий Российский народный фронт, собственно, все эти обращения будет обрабатывать в течение предстоящего года, как мы говорили. Друзья, я вижу здесь Дмитрия Кулько. Это еще один военкор. Его непривычно видеть в костюме и в галстуке. Дайте, пожалуйста, вот в этот сектор микрофон. Дмитрий Кулько, военкорпиера канала. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Если позволите мне, несколько вопросов от бойцов из зоны СВО. В первую очередь, как вы считаете, отлажена ли система выплат военнослужащим сегодня? Можно ли ее улучшить? Вот я знаю конкретных людей, которые месяцами не получали деньги. Второй вопрос о наших раненых, о фонде «Защитники Отечества», который был создан для поддержки семей погибших и ветеранов СВО. Вот как вы оцениваете работу этого фонда? И здесь, Владимир Владимирович, если позволите, хотелось бы внести предложение. Дело в том, что сегодня бойцы, получившие ранения после госпиталя, обязаны вернуться в часть для прохождения военно-врачебной комиссии. То есть обратно в зону СВО приходится ехать нашим ребятам, которые после тяжелых ранений, потерявшие, к сожалению, ноги, руки. Это тяжело. И было бы лучше, если бы эту комиссию ребятам проходили все-таки в местах лечения или долечивания. И последний вопрос. Дроны. Дронов Владимир Владимирович по-прежнему до сих пор сильно не хватает на фронте. Бойцы постоянно просят помочь. Мы делаем сборы, и люди на это откликаются. Спасибо большое. Но, тем не менее, всего этого недостаточно. И вот, к примеру, недавно мы делали сборы вместе с Народным фронтом. Там привезли в 4-ю бригаду, которая сейчас сражается в Клещевке отважно. Привезли десятки дронов. Ну вот месяц они прошло, уже половины этих коптеров, к сожалению, нет. Это расходники. И операторы не могут не лететь далеко во время штурма, потому что, несмотря на дождь, на помехи станции РЭП, внизу наши ребята, наши пацаны, и поэтому не могут оставить их без разведки. Когда вот ситуация в этом вопросе улучшится? Спасибо большое. Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда. Улучшается, да, но современные по его действиям... Это факт. Но, конечно, вы правы. Не всегда хватает, не всегда все получается. Я уже говорил, значит, у нас все-таки... Садитесь, пожалуйста. Все-таки линия фронта, знаете сколько? Почти две тысячи километров. Две тысячи километров. И, конечно, наверное, не наверное, а точно совершенно не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается. В том числе, кстати говоря, частным образом многое и за границей закупается. Государство, Министерство обороны, промышленность, конечно, активно работает в этом направлении. И, ну, вы знаете, в системе РЭП там многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все это названия. Может быть, даже лучше меня, там, Лисочек или как она... Вот сейчас новая система практически на все бронемашины ставится. Ну, насколько это возможно, конечно. Ну, будем наращивать, разумеется. Что касается того, что люди откликаются, того, что Народный фронт над этим активно работает, то они целое движение создали, всё для победы, да, собрали. Вы знаете, конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно. Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нужным фронта, к нужным наших ребят, которые сражаются за интересы России. Они получили свыше 10 миллиардов рублей пожертвования. Конечно, государство, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъёме, есть эти средства, но то, что люди от себя направляют, а то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют, три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Три миллиона, и вы сами знаете, знаете, как ребятам сердце греет такие письма. И мы всячески будем это поддерживать. Хочу всем добровольцам, всем волонтёрам сказать слова благодарности. Но, наверное, где-то ещё сбои происходят. Вы же знаете, мы с вами тоже встречаемся регулярно, я имею в виду с военкорами. Вы следите за тем, что там происходит, и надеюсь, что и дальше у нас такие контакты будут продолжаться. Будете и мне, и Министерство обороны это всё передавать. Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документ. Из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документ. Но вот я видел эти вопросы в письмах, всё-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные или у меня неточные. Но, как мне доложили и Министерство обороны, всё можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации. Потому что после госпиталя сразу посылают в пункты и центры реабилитации. Но там, мне сказали, что налажено, может быть, налаживается. Я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет необходимости возвращаться в часть. Но если это ещё случается, вот я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с Министром обороны, это должно быть и будет исправлено. Что касается Фонда защитников Отечества, работает хорошо. Там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной, и был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные, шикарные, понимаете. Они сейчас заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены. Сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы и не принимают. Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами. Но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем, сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства. В том числе по средствам реабилитации. Сейчас в детали надаваться не буду, но знаю, что и депутаты Государственной Думы после посещения мною одного из филиалов этого фонда «Защитники Отечества» тоже этим вопросом занимаются. Мы будем совершенствовать работу этого фонда и добьемся того, чтобы это был хороший действенный инструмент по защите интересов наших ребят, принимающих участие в боевых действиях. Владимир Владимирович, Вы уже сказали о том, какую огромную роль играют волонтеры в нынешних условиях, какой души это люди. Действительно, от них очень много вопросов. Но Вы знаете, вот Марина Игоревна Макеева из Московской области задается следующим вопросом. Сегодня население очень активно помогает бойцам СВО, гуманитарка, стройматериалы, снабжение, транспорт. Но почему вообще этим занимаются обычные люди, а не государство? Вот я сказал только что. Вот я уже, я считаю, ответил. Потому что государство этим занимается. Государство это 99,9 в периоде усилий, это государство. Но люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать. Только хочу поблагодарить за это. Ну и вот про рэп-глушилки Вы тоже несколько слов сказали. Но вот пишет раненый штурмовик из Омской области, Андрей Никишин, просит обеспечить рэп-глушилками против дронов. Просто их нет. Вы мне дайте потом конкретно откуда, проверим. Да, их может и не хватать где-то, в какой-то момент, в какой-то конкретной части. Я ещё раз говорю, протяжённость линии соприкосновения свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка. 617 тысяч. Поэтому, да, конечно, где-то могут быть сбои. Но если конкретно есть, и я вас прошу дать мне конкретные вещи, и военных корреспондентов, с которыми мы встречаемся, я лично встречаюсь регулярно, обязательно будем смотреть. И вернёмся к очень важному видеозвонку Сергея Соболева из Новосибирской области. Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам Соболев Сергей Максимович. 13 ноября 2022 года заключил контракт с частной военной компанией с уроком на 6 месяцев. По возвращению домой обратился военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения ветеран боевых действий, на что получил отказ. Обратился фонд защитники Отечества, на что получил отказ. Обратился в Центр социальной поддержки населения города Искитима, на что получил отказ. Прошу разобраться в данной ситуации, так как большинство моих боевых товарищей также проходили службу в этой частной военной компании. И таких вопросов очень много. Да, вы знаете, в чём проблема? Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чём заключаются проблемы? А в том, что формально-юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений. Но все люди, я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких, близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Если нужно, а может быть без этого не обойтись, внести изменения в закон, значит, и это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю вам, мы будем к этому стремиться. Сейчас предлагаю позвонить женщине. Извините, пожалуйста. На экранах бежат строчки. Одна из них вот такая. Елпатьево, Ярославской области. Просьба подвести газ. Обязательно посмотрим. Сейчас, может быть, еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией. Но вот Елпатьево Ярославской области я пометил. Давайте сейчас позвоним все-таки. Сделаем видеозвонок. Село Рысайкино. Юлия Валентиновна Береза. Юлия Валентиновна, если вы нас слышите, то, пожалуйста, формулируйте ваш вопрос. Здравия желаю, Владимир Владимирович. Я действующий военнослужащий. И нахожусь я не в Рысайкино, а в Луганске на данный момент. В медицинском стрелковом батальон. Младший сержант Юлия Береза. С начала и слоя я всеми силами стремилась попасть на долба с добровольцем, так же, как и мой муж. 10 мая 22-го года в военкомате города Донецк я подписала бумагу о добровольной мобилизации. Была зачислена на службу стрелковый полк народной милиции ДНР. Сразу скажу, что ехали мы сюда из своих убеждений встать на защиту Родины, людей, защиту своих близких, а так же ради правды и справедливости. А так как нас мобилизовали в ДНР, а не в РФ, я не смогла оформить льготы для участников СВО. Хотела маме оформить льготы непосредственно. Как раз она находится в Рысайкино. И, в частности, я получила удостоверение участника боевых действий ДНР. И действует она только на территории ДНР. А когда я решила зайти в личный кабинет военнослужащего, чтобы оформить льготы, выяснилось, что такого военнослужащего с таким номером, что указано в моем личном деле, просто нет. Но мы уже точно такая же ситуация. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой поспособствовать оформлению льгот. Помощи для наших матерей. Спасибо вам большое. Спасибо вам за вопрос. Вот в чём проблема заключается. Вы правильно сказали, вы оформлялись в народную милицию ДНР. Народная милиция, чтобы все понимали, это практически те же самые вооружённые силы, которые реально были на линии и до сих пор находятся на линии соприкосновения, участвуют в боевых действиях. И действительно, проблема заключается в том, что особенно для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская народная республика, ни Донецкая народная республика не входили в состав Российской Федерации. Это особенно остра проблема для тех, кто, товарищ старший сержант, я так понимаю, гражданка Российской Федерации, а особенно остра проблема для тех, у кого и не было гражданства России. Но вот эти бумаги, которые оформили и которые дают льготы в рамках ДНР или ЛНР, там есть один из путей признания их на территории Российской Федерации. А есть другой способ решения проблемы – выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. И сейчас созданы комиссии соответствующие и в Донецкой республике, и в Луганской республике. Они работают, эти комиссии. В ДНР, по-моему, уже 4 тысячи с половиной человек подтвердили свои права. В Луганской республике 17 тысяч с половиной подтвердили свои права. И в Донецке уже выдано, по-моему, удостоверений соответствующих где-то несколько тысяч, по две тысячи. И в Луганской республике тоже там 1700. Поэтому вот по этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока ещё не доделано, уверен, мы сделаем и доведём эту работу до конца. Но если какие-то сложности есть в том, чтобы обратиться в эту комиссию, тогда вы нам просто скажите, в чём эти сложности, мы поправим. Если можно, к журналистам вернёмся. Да, вернёмся к журналистам. Давайте вот молодой человек рядом с той девушкой. Подождите, давайте север. Только мы так углонимся. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Дарья Шучалина, Республика Коми. Представляю муниципальную газету «Панорама столицы». Я являюсь членом общественной палаты нашего региона. Передаю вопрос, который меня попросили вам задать жители наших северных территорий. Это Интай, Воркута. Вы знаете, что у нас, к сожалению, в целом по стране, это касается не только нашего региона, достаточно долгими темпами реализуется очень важная программа переселения жителей из районов Крайнего Севера и приравнений к ним местностей. У нас в Коме шесть таких муниципалитетов. Понятно, что люди, которые всю жизнь отдали для того, чтобы поднять север, сейчас на заслуженном отдыхе, конечно, хотят провести время на пенсии в территориях с более мягким климатом. А вот всего две цифры. Нам, в нашей республике, в этом году выдали 129 сертификатов жилищно-государственных, а в очереди у нас 21 тысяча человек. Понятно, что одномоментно сейчас просить вас оказать содействие и расселить все очереди, конечно же, нереально. Поэтому вижу два варианта. Первый вариант, чтобы поставить приоритет две очереди, это люди с инвалидностью и пенсионеры. Это две наши категории, которые действительно должны быть в приоритете. И вариантов два. Либо действительно посмотреть в нашем, несмотря на то, что достаточно напряженном федеральном бюджете, возможность дополнительного финансирования на следующий год. А если это сложно, то наш регион готов, если будет выделен бюджетный кредит под низкую процентную ставку, наши власти готовы переселить интинцев в оркутинцев, ну, в общем, тех, кто в этих муниципалитетах живет, внутри региона, ну, в тот же, скажем, Сыктывкар, в столицу, или на юг Коми, где климат тоже достаточно, ну, скажем, такой приемлемый. Вот возможно ли один из этих двух вариантов рассмотреть? Может быть, есть еще какие-то есть варианты? Благодарю вас. И спасибо еще вдогонку за то, что вы решили наш вопрос по передаче в федеральную собственность аэропортового комплекса в Оркуты. Долгожданно, очень ценное решение. Спасибо вам за это огромное. Важно только, чтобы он развивался. Потому что бывает, когда мы передаем в регион, а потом все это зависает, и регион потом приходит и просит федеральных денег для развития. У нас руководство республики очень активное, и с учетом того, что Владимир Викторович Уйба вас об этом просил, все уже решения приняты. Уйба, он очень активный человек, у него большие связи, он же работал в федеральных органах власти, он может здесь функционировать должным образом. Я вас спросил бы повторить еще раз ваше предложение. Вы предлагаете сосредоточить внимание при переселении на... На двух очередях. На двух очередях. Это граждане с инвалидностью и пенсионеры. И вариантов, как мы видим, два. Первый, он, конечно, самый простой, это попросить дополнительное финансирование с федерального бюджета. А второй вариант, тот, который мы можем реализовать силами нашего региона, расселить этих граждан-участников программы внутри Коми, но нам для этого необходим бюджетный кредит под низкую процентную ставку, с тем, чтобы мы решили квартирный вопрос либо в Сыктывкаре, либо на юге Коми. Потому что у нас республика большая, и, в принципе, с севера переехать в центр или на юг, но это тоже вполне себе решение вопроса. Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет, и у Минфина никогда денег нет, но, тем не менее, посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно. Действительно ли люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом, это понятно. Во-первых, программу мы будем продолжать, вот это самое главное. Во-вторых, что касается увеличения расходов, то надо посмотреть, бюджет сверстен на следующий год, но, надеюсь, будут и доп. доходы, надо посмотреть на эту часть. Что касается переселения внутри, да, это вполне возможно. Мы с руководителем республики переговорим, с правительством тоже переговорим на этот счет. И кредиты тоже непростая вещь, но это, возможно, более мягкая форма содействия региону и не настолько обременительная для Минфина. Хотя это тоже определённое обременение есть, это очевидно. Но надо подумать и попробовать реализовать. А что касается того, чтобы сосредоточить внимание на льготных категориях, тоже правильно. Обязательно это обсудим с правительством. Спасибо вам за предложение. Владимир Владимирович, если можно, мы всё-таки продолжим вот здесь. Давайте вот этот ряд, третий, по-моему, третий ряд. Вот молодой человек тянет руку. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Сераухов, РБК. Если позволите, два вопроса про валюту. На днях новым президентом Аргентины стал Хавьер Милей. И одно из главных его предвыборных обещаний – это ввод в стране вместо песо американского доллара. Россия, наоборот, последние несколько лет держит курс на дедолларизацию, отказывается и от доллара, от евро в международных расчётах. Как вы оцениваете этот процесс? Насколько выгодным стал взаиморасчёт России и её экономических партнёров в рублях и национальных валютах дружественных стран? Ну и если коснулись темы рубля, то, на ваш взгляд, какие факторы больше всего влияют на курс рубля, на его падение, на рост? От чего это больше всего сегодня зависит? Да. Ну, первое – это… Ну, давайте начнём с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известно, идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны. Это решение, суверенное решение каждой страны, но, во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%. И поэтому, да, очень много проблем, это мне ещё и прежние руководители говорили, связанные с возвратом тех заёмных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны, ну, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета. Далее. Есть и социально-экономическая составляющая подобного решения. Вы из РБК, да? Ну, у вас специализированный канал, поэтому там у вас все специалисты, они меня поймут, да, и граждане поймут, наверное. Здесь ничего сложного-то нет. Ведь даже привязка к доллару, национальной валюты, жёсткая привязка, она уже чревата серьёзными социально-экономическими последствиями. Аргентина трясла в своё время как следует в связи с финансовыми проблемами, там, вплоть до набегов на банки. А смотрите здесь, что произойдёт, если будет только доллар или жёсткая привязка к доллару. Ведь в ходе своей внутренней решения внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удаётся, несмотря на определённое повышение расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности. Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. На переселение больше денег направить и так далее. Но то, что государство обещает публично, всё исполняет. И будет исполнено. Что касается привязки к доллару. Вот есть определённые обязательства. Пенсии, заработные платы в бюджетной сфере, социальные пособия и т.д. и т.п. Значит, как правило, денег не хватает. К чему приведёт привязка к доллару? Если есть национальная валюта, Песса, есть такой инструмент, как немножко на инфляцию, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо. Но всё-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь. Сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Жёсткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. И в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности. Если такой выбор сделан нашим партнерам, это их право, это сама страна определяет, что и как нужно делать. Значит, теперь, что касается нас, то вы говорите, мы отказываемся. Да не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчётами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Ну, зачем они сокращают, значит, возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют? Ну, прежде всего, доллара, конечно. Вот у нас в 2021 году, дай бог памяти, при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты, 87% совокупно, доллар и евро. Рубль был, по-моему, где-то 11-13%, и юань где-то 0,4%. На сентябрь этого года такая картина. Рубль – 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Было 87%, стало 24%. Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстроили себе в ногу. Плохо это для нас или нет? Да нет. Вообще, чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, в расчетах финансовых, тем лучше. Это повышает наши суверенитеты и возможности наши. И, да, от чего зависит курс? Курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, от цен на наши экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А он растет. Есть еще один аспект. Кстати говоря, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, но отчасти это и на курс влияет, конечно, он все-таки сыграл свою роль. С чем это связано? Связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточной информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. И нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации. Они для нас ее закрыли. Правительство, Центральный банк не видит, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта. И у нас возникло, у ЦБ и у правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле такие элементы определенного контроля указ вводят. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это вносит временный характер. А в целом ситуация на финансовой рынке стабильная. Самое главное – это обеспечить стабильность и предсказуемость. И, на мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели. Давайте еще из зала один вопрос мы дадим. Вот тот сектор мы еще не брали. А можно там Кубань написано? Можно я тоже немножко поучаствую? Добрый день, Владимир Владимирович. Жмутский Максим, телеканал Краснодар, Краснодарский край. Владимир Владимирович, в этом году курорты Кубани побили очередной. И в этом году уже такой исторический рекорд – 17,5 миллионов туристов отдохнуло у нас в регионе. Это только летний период, сейчас идет активный зимний период. И, конечно, это колоссальная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь транспортную, с учетом закрытых аэропортов. Владимир Владимирович, есть ли на федеральном уровне планы по развитию транспортной доступности юга страны, может быть, скоростные автомагистрали, ЖД-пути? И не могу не спросить, буквально вчера прошла информация, что 15 декабря завтра из Москвы пройдет тестовый полет в аэропорт города Краснодара. И если, дай бог, все пройдет хорошо, наш Краснодарский аэропорт откроет. Насколько это правда? Спасибо. Значит, что касается… Садитесь, пожалуйста. Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий – обеспечение безопасности пассажиров. Обеспечение безопасности пассажиров – абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий такое поручение Министерство обороны имеет – постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, тогда будем действовать. Но надо посмотреть, еще раз проанализировать. Что касается развития вообще путей сообщения, развития и авиационных средств передвижения, и железнодорожных, автомобильных, то все это развивается. Вы упомянули и про высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется. Первый этап – это Москва, Петербург, но потом и на юг возможно развитие. И даже не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное – надо создать эффективную дееспособную структуру, которая бы этим занимала и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития. Это все возможно, над этим и правительство, и инициаторы этого процесса думают и предлагают решение. Это и Сбербанк, это мэрия Москвы, и правительство, повторю, включается в эту работу. Конечно, если между Москвой и Петербургом будет 2 часа 15 минут, внутри Москвы люди до работы добираются больше по времени, это будет совсем другая история, совсем другое развитие. То же самое касается юга страны Краснодара, вообще Кубани в целом, Ставропольского края, Ростовской области и того же Крыма. Поэтому работа в этом отношении начинается, надеясь, что она будет эффективно развиваться дальше. Что касается теперь развития транспортно-пассажирских потоков, он увеличивается. Вот абсолютный рекордсмен – это перевозки пассажиров авиационным транспортом. 16 с лишним процентов, 16,4, по-моему, за год. На втором месте железнодорожный транспорт плюс 10,4, ну, 10 с чем-то, 10,4 процентов. Ну, и автомобильные перевозки, автобусы плюс где-то около 7,6, там, и 5, 6,4. То есть объём пассажироперевозок существенным образом возрастает. Разумеется, все участники этого процесса должны подумать над ближайшим туристическим сезоном и должны сделать всё, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить интересы людей. Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере, в том числе и тех, кто работает на Кубани, за повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться. Давайте ещё один вопрос. Ещё один вопрос вот тут. Будьте любезны, вот сюда первый ряд дайте, пожалуйста. Вот сидит лайф. Пожалуйста. Низ, самый низ, первый ряд. Да, спасибо. Вадим Вадимович, здравствуйте. Александр Юношев, Лайф. Здравствуйте. Мы все понимаем, что времена сейчас особые, столько военкоров в зале, можно сказать, военные, и спрос со всех особый, тройной. Но есть статьи Уголовного кодекса, которые писались в 90-е. По ним кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в интернете прокуратура запрашивает 14. Как, например, тяжелобольной журналистки Александр Боизитовый, который обвиняли в платном блоке на негатив против банкира Ушакова, внимание, из банка, обслуживающего гособоронзаказ. Но не с паяльником же оно у него вымогало в гараже деньги-то. То есть вы как бы оправдываете её действие? Я никого не оправдываю, я привожу чисто факты. Насколько вот её деяния сопоставимы с такими огромными запросами прокуратуры? Не пора ли, может быть, уже переписать некоторые статьи Уголовного кодекса? Может быть, там поменять порог особо крупного размера? Где вообще та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм? Спасибо. Ну, не перегибайте. Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на неё охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое? Она сделала, что на неё охотиться надо. Никто уверен, на неё не охотиться. Значит, есть, все юристы знают, Доролес, Сетлекс, Суров закон, но закон. Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопил, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, это очевидно. Но ведь и во многих странах экономические преступления в сфере налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, там ещё складывают эти сроки. Люди получают там запредельные какие-то сроки по 100 лет. Но это почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определённом этапе развития общества, экономики, общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующие, адекватные, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправо. правомерной деятельности. Вот этот конкретный случай, либо другие подобного рода. У меня, вот я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывают вопросы. Ну, нужно же за решётку прятать человека на 14 лет. Или там, сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним за определённые нарушения. То, что он сделал, или то, что вот эта женщина сделала, плохо. Надо ли там 19 с половиной или 14 лет, законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять. Помните замечательный наш фильм, который мы все любим, «Белорусский вокзал»? Там Попанов играет бухгалтера крупного советского предприятия. И он всё время находится в конфронтации с молодым директором. Тот просит его какую-то инструкцию там нарушить. А герой Попанова ему отвечает, вот вы такой молодой, энергичный, может быть, вы правы. Но если вы правы, такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду её соблюдать. В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. И за насчёт понимания в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу законодателей, Государственную Думу ещё раз это всё оценить. И соответствующим образом отреагировать. Я с вами согласен в целом. Владимир Владимирович, мы работаем в прямом эфире почти два часа. Предлагаю в традициях прямой линии немного разрядить обстановку. Наши граждане присылают разные вопросы, которые не укладываются в такие привычные темы. Ну, вот скажем, Ярослав из Санкт-Петербурга. Сейчас нашу страну и вас лично очерняют и оскорбляют в мире. Как вы думаете, в будущем житель какого-нибудь немецкого городка скажет, чёрт, а ведь Путин всё делал правильно? Или вот, например, ещё один вдогонку. Как вы переживаете стрессы, когда весь гнилой мир, в кавычках, против вас? А есть ещё. Играете ли вы в шахматы? Если да, с кем вы играли в последний раз и кто выиграл? И в длинные праздники, например, в новогодние, чем порекомендуете заняться россиянам? Много вопросов, да. Значит, при немецкий город, потом, что? Как переживаете стрессы, когда весь гнилой мир против вас? Дальше. Как сохраняете мотивацию заниматься всеми делами? Играете ли вы в шахматы? Если да, то с кем в последний раз играли? Шахматы. И в длинные новогодние праздники что порекомендуете делать россиянам? Праздники. Значит, да. Почему только в немецком городе? Я, знаете, не только уверен. Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединённых Штатах. Я уж не говорю про другие регионы мира. Очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми. Первое. Второе. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей. Огромное количество. И их число увеличивается. Кратно. Геометрическая прогрессия растёт. Значит, стрессы и так далее. Или что помогает переживать то, что на нас атакуют. Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное. И делать всё для достижения поставленных целей. Не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно, чтобы это поле зрения было, тем не менее, широким. Надо всё понимать, анализировать. Но нужно уверенно идти к своей цели. Если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен. Ну, по поводу шахмат. Вы знаете, я с одним молодым человеком, а я у него спросил недавно, сыграем в шахматы? Он говорит, давай. Я спрашиваю, как думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел, так снизу я говорю, вряд ли. Это говорит о чём? О том, что нужно постоянно работать над собой. Я постараюсь это делать. А, Новый год. Но, вы знаете, Новый год, мне кажется, что нужно больше уделить внимание близким, семье. Позаниматься вместе. Найти общее дело. Выставки, театры, спорт обязательно. Активный образ жизни вести. И желательно провести его вместе со своим близким людьми, с семьёй. Стремительная реакция поступает уже на вопросы, которые поднимаются в ходе нашей программы. Вот уже позвонили сейчас телефонные центры. Крымчане, которые учатся в школе губернаторов, готовы поехать и отремонтировать спортзал в Крыму. Вот такой же, в общем, стремительной реакции люди ждут, я думаю, что и вот на такой вопрос. Тема роста цен, она не нова, но в этом году точно совершенно есть новое проявление. Просто-таки массовые жалобы на подорожание конкретного продукта. И формулировки от людей такие. Очень грустно покупать яйца у нас в стране. Грустит Андрей Самойлов из Томской области. Анастасия Пластинина из Иваново спрашивает. Эти яйца что, золотые куры несут? И вот ещё видео вопрос из Краснодарского края. Смотрим. Куриная грудка была 165 рублей. На сегодняшний день 350. Крылышки были 165, на сегодня 250. Владимир Владимирович, но пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Но наведите порядок, некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз вот такой у нас сайт. Надо в год по три раза делать, чтобы люди могли к вам обращаться. Я вам очень благодарна и надеюсь на вас, что вы поможете. Уважаемая, дорогая Ирина Александровна, вы сказали один раз в год. Поверьте, мы совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил. Абсолютно честно говорю, это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идёт небольшое, но всё-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно был, относительно дешёвый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем и в своё время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объёма производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объёме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Еврозес. Решения приняты, по-моему, на днях. Во всём случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому, сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Но сбой в работе правительства. Я думаю, что связано ещё, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так. Вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправна. Владимир Владимирович, цены на ЖКХ тоже волнуют наших граждан. С такой горькой иронией констатируют, что свет в конце туннеля подорожал. Но, на самом деле, конечно, здесь не до смеха. Многие видят некую несправедливость, что пенсии, например, проиндексируют на 7,5%, а тарифы на ЖКХ больше. Я предлагаю посмотреть видеообращение. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2024 году нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время, с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть, практически, сидят те 7,5% добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание. Предлагаю вам предложение к проекту постановления губернатора. С уважением. Да, я, правда, по-моему, наш визуаве не представился. Владимир Аркадьевич Леонтьев. Владимир Аркадьевич, согласен, я посмотрю, как там, я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем. Действительно, пенсии предполагается индексировать 7,5%. Это чуть, надеюсь, что это будет чуть, ну, не ниже инфляции. Надеюсь. Но на что я хотел бы обратить внимание. Смотрите, мы проиндексировали за предыдущие годы, вот совсем недавно, по-моему, в декабре, да, 22-го года, да, проиндексировали на 10% пенсии, на 10 с лишним. Потом весной еще на 4 с лишним процента по инфляции. И вот с начала этого года еще будет одна индексация 7,5%. А тарифы не поднимали с июля прошлого года, то есть, с июня планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть, тарифы не поднимались полтора года. За это время произойдет три индексации пенсии, которые в общем будут более 23%. Да? Да, примерно так. Но, конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны своевременно расти мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан. Есть еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Действуют правила в соответствии с законом, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий. И сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом году, в 2022. И в этом, на самом деле, то же самое. В некоторых регионах этот порог еще меньше. Это не 22%, а если семья тратит 15%, не знаю, 20%, уже положено субсидии. Но, повторяю, еще раз посмотрим, что конкретно, какое соотношение этих параметров в Новосибирске области. Это я обязательно сделаю, обещаю. А вот разве это правильно, что за примитивную услугу, оплату услуг ЖКХ, нужно еще платить комиссию банку? Много таких вопросов. Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И вот решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет. Новость, большая новость. Дмитрий Сергеевич, давайте мы чуть-чуть забыли про зал. Давайте бам, вот я вижу там бам. Вам помогут держать микрофон. Амурская область, город Болговещенск, ворота в Китай. Ирина Ворошилова, Амурская правда. Владимир Владимирович, такой у нас вопрос. Скоро, на следующий год у нас будет 50 лет с начала стройки века, да, так называли Байкало-Амурскую магистраль. И вот понимаете, какая несправедливость. Сегодня бам разделен между Дальневосточной и Восточно-Сибирской магистралями, дорогами. Вы не считаете, что пора вернуть бам на карту России? Тем более сегодня у нас такие стройки продолжаются по баму. Бам-2, да, проекты прекрасные. Бам-3, которые в сегодняшней ситуации очень важны нашей стране. А что значит вернуть? Поясните, пожалуйста, что значит вернуть на карту России? Что это значит? А бама нет. У нас сегодня Байкало, раньше была Байкало-Амурская магистраль. Она была, это участок. Его потом разделили, в 90-е годы убрали. Сегодня бам вообще разделен, часть трассы бама относится к Восточно-Сибирской дороге, часть Дальневосточной, как такового участка нет. И вот бамовское содружество, есть такая организация, в которую ходят сотни тысяч людей из постсоветского пространства. И они предлагают создать Байкало-Амурскую железную дорогу от Тайшета до Савгавани в составе ООО РЖД. Ветераны БАМа считают, что это позволит ускорить сроки реализации проектов БАМ-2, БАМ-3 и даст старт строительству новых железных дорог на востоке страны. Вы знаете, честно говоря, как-то никогда не обращал на это внимания. Я впервые слышу, что такая проблема существует, что вот он разделён между различными участками дороги. Ведь всё это так или иначе всё равно принадлежит РАО РЖД. Но мне и Олег Валентинович, руководитель РАО РЖД, никогда не говорил, что такая проблема есть. Но я, тем не менее, с ним переговорю, и с министром Савельевым переговорю, и с Олегом переговорю. Если они считают, что необходимо объединять, то пусть объединяют. Я не против. Я понимаю, что выделить в одну линию от Тайшета до Савгавани... Я понимаю, но это сама РЖД должна инициировать, или Минтранс. Никогда никто не ставил этого вопроса. Пожалуйста. Я переговорю с ними, и с министром Савельевым переговорю, и с руководителем РАО РЖД переговорю. Но если это целесообразно, пусть делают. Я никогда не возражал против этого. Первый раз слышу, что это существует. Сейчас, секундочку. Поможет ли это новому строительству? Я тоже не очень понимаю, каким образом это может помочь строительству. Там постоянно у них, извините за мавитон, терки идут, кому и сколько, и кто будет строить, на каких условиях. Этим занимается вице-премьер Хуснулин. Я в целом отдаю себе отчёт о том, что происходит. Надеюсь, работа идёт и пойдёт. В тяжёлых условиях тоже. Но всё, все цели будут достигнуты. Обязательно обещаю вам, что посмотрю на это. Я просто первый раз слышу, что такая проблема существует. Тем более, что если она от бамовцев исходит, но надо с уважением к этому отнестись, обязательно посмотрим. А 50 лет бамам мы, конечно, должны как следует отметить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Давайте уважать. Просто посмотрите, сколько вопросов. Затрадивалось. Можно, Дмитрий Сергеевич? Сейчас, секундочку. А вот БРИКС, Татарстан. Чего у нас? Татарстан. Татарстан. Артур Халилулов, Татаринформ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдёт в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах? Ну, прежде всего, западных, как мы понимаем. И второй вопрос – связан ли выбор Казани с тем, что солица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира? Спасибо большое. Да нет. Просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежние президенты, и сегодняшний Миниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Митимиром Шаидовичем приезжал, ещё мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько мы зашли в дом, там чистенько, всё так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так всё содержали на таком уровне. Понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется, и думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и вообще политических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово «хаба», «хаба», пожалуйста, «хабом». Ну, и Татар – многонациональный, многоконфессиональный республик. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается меропорядка, основанного на правилах, нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Появляет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим, неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя в БРИКС в следующем году. А вот на каких самолетах мы полетим на этот саммит? Ведь вот именно по авиации был нанесен один из самых мощных ударов западных санкций. И быстро выяснилось, что наши авиакомпании, которых в прошлые годы вы лично буквально заставляли покупать российские самолеты, они, прямо скажем, не горели желанием, теперь таки вот в очередь просто выстроились за этими самолетами. Но пока мы летаем в основном на иностранных. И людей беспокоит, безопасно ли это. Сейчас любое сообщение о любом авиаинциденте воспринимается намного острее. И я предлагаю нам организовать сейчас видеозвонок. Максим Салтыков из Москвы. Максим, если вы нас слышите, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим. Я курсант летного училища гражданской авиации. И вопрос у меня такой. Что будет с нашей гражданской авиацией в условиях нынешней геополитической обстановки, в условиях действующих санкций, следствием которых является невозможность приобретения нашими авиакомпаниями как раз таки западных самолетов. Потому что отечественные МС-21 и Ил-96 еще только сертифицируются и не скоро выйдут на большие объемы выпуска. А у тех самолетов, которые в данный момент летают в российских авиакомпаниях, ресурс будет неуклонно подходить к концу. И в этой же связи возникает еще одна проблема. Довольно малый праздник выпускников устраивается на работу в наших авиакомпаниях, при том, что учебные заведения добросовестно и планово готовят нас к трудовым подвигам. Если подытожить, будем ли летать, Владимир Владимирович, и на чем? Спасибо. Будем, конечно, будем. Что касается самолетов иностранного производства. Да, действительно, Павел сказал, у нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений. Но, тем не менее, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства. Аргументируют тоже понятными соображениями экономичностью двигателя, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Но аргументов много. Но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили. Так или иначе, что-то сделать удалось в создании этого рынка. Но, действительно, парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно. Они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет. Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем. Выкупаем. Так что они становятся собственностью российских авиационных компаний. Но надо развивать собственное самолетостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов, это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35, с тягой вот такой, с мощной. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте, он подлиннее, чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются. Повторю еще раз, надеюсь, что все эти планы будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и будет на чем летать пассажирам. Да, и, конечно, речь еще и о малой авиации для региональных рейсов. Зал загибает, Дмитрий Сергеевич, да, пожалуйста. Еще один вопросик. Вы знаете, я видел вот Нью-Йорк Таймс, дайте, пожалуйста, микрофон. Нет, давайте мы сначала дадим Син-Хуа, а потом Нью-Йорк Таймс. Да. Добрый день, Владимир Воробьевич. Здравствуйте, очень рад вам задавать вопрос. Китайское информационное агентство Син-Хуа, меня Лю Кай зовут. Два вопроса к вам. Первое. Как мы знаем, Россия примет председательство в Бриксе в следующем году. Как вы думаете, какое значение имеет взаимодействие и координация между Китаем и Россией в Бриксе и в целом? Второе. Каковы ваши ожидания от развития китайского-российского отношения в следующем году? Спасибо. Мы знаем, но я тем не менее… Садитесь, пожалуйста. Мы знаем и, я просто повторю, обязаны это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. В этом мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов. Он у нас будет в этом году уже не в следующем, а в этом свыше 200 миллиардов. Я думаю, что мы… Надо будет уже в первом квартале следующего года посчитать, но, думаю, будет 220-230 миллиардов товарооборота. Это уже такой приличный рост составит… У нас был в прошлом году 31% рост товарооборота, в этом будет 30% рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причём в самых разных областях. Что меня радует, это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры, и мосты строим, дороги. Мы работаем в высокотехнологичных областях вместе и будем дальше это делать. Значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня. Мы договорились о том, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям. Подписаны соответствующие документы. И правительства Российской Федерации, и Китайской Народной Республики активно включились в реализацию тех целей, которые были нами с моим другом, с другом нашей страны, председателем Си Цзиньпинем, определены. Работа идёт интенсивно, стабильно, надёжно. Что касается Брикса и нашей роли, тоже здесь нового ничего не скажу, но этот вектор усиливается. А именно, российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации, Североатлантического блока. Он же называется Североатлантический блок. Чего ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки. В разном составе, сейчас не буду повторять, это все хорошо знают. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной. Но мы никаких блоков не создаём. И наша дружба не направлена против третьих стран. Она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было. А вот то, что мы видим со стороны Запада, там они всё стараются дружить против кого-то. Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого. И давайте Нью-Йорк Таймс, уж коль мы обещали. Да, Нью-Йорк Таймс, пожалуйста. Вот середина, да? Спасибо. Вот, Валерий Хопкинс, газета Нью-Йорк Таймс. Уже почти год корреспонденты из западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях. Я очень рада, что можем сегодня участвовать. Спасибо. Это Песков виноват. Но позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос. Я человек открыт, демократичный. Мы будем разговаривать об этом. Позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос по-английски. Пожалуйста. Позвольте мне, пожалуйста. Вы сказали, что ваш коллега находится из австрийского, да? Какого-то там издания, не знаю, ну, австрийский гражданин. Австрийский гражданин, да? Австрийджорно. А, окей, я понял. Находится в тюрьме без суда и следствия. И в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что сказать, что это без суда и следствия некорректно. Что касается возможной выдачи этих граждан на родину. Ну, вы говорите, почему бы им не вернуться на родину? Почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Ну, это всё риторика, но мы не то, чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договорённости должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счёт контакты есть с американскими партнёрами. И диалог идёт на этот счёт. Он непростой. Но я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Я надеюсь, что мы найдём решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, такое, которое и российскую сторону устроило. Но гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений. Здесь я с вами согласен полностью. Владимир Владимирович, тема сезонная. Зима, пришли холода, все болеют немного, перескакиваем с темы на тему. Но такой уж у нас формат. В общем-то, Роспотребнадзор фиксирует заболеваемости гриппом и коронавирусом одновременно. К тому же рекордный рост заболеваемости корью в этом году. Аж в 300 раз больше, чем в прошлом. И приходит огромная... В 300 раз. В 300 раз больше случаев, чем... В 300 раз кори. И совершенно резонно наши граждане связывают это с нехваткой вакцины. Вот нам пишут, например, из Самарской области. В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше 4 месяцев. Ну и вдогонку про лекарства добавлю огромное количество обращений про... От наших граждан, которые нуждаются в западных препаратах, которые ушли, не все аналоги подходят, иногда они имеют, к сожалению, обратный эффект. Как в этом ключе наша фармотрасль адаптируется и получается ли всё? Да. Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже такой технический сбой на самом деле. И вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьём для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано. Это первое. Второе. Там все решения приняты. Я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали там про паротит, краснуху. Трёхкомпонентная вакцина. Да, это вакцина против трёх видов заболеваний. Но я думаю, что это всё будет решено в ближайшее время. И в целом у нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами. Вот возникло, она будет решена в ближайшее время. Первое. Второе. Кстати говоря, такой всплеск заболевания в мире по коре, он во всём мире один раз в четыре года взлетает. Но с чем связано? К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Потому что с Украины у нас тоже миллионы людей к нам переехали с Украины. Но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Находилась сейчас, наверное, ещё ниже, и это тоже реальная проблема. Ну и плюс вот наш САС, технический сбой у самих. Мы, надеюсь, так мне говорили и говорят наши специалисты, всё это будет решено. Да, что касается ухода с нашего рынка ряда компаний, это проблема. Там, правда, среди этих препаратов жизненно важных, там всего, по-моему, 14, что ли, но промышленность работает активно. Никакого импорта мы не закрываем. Наше министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению. Она работает и заверяет меня в том, что они, а, понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге всё для того, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Что касается замены, да, бывает и так, что что-то не подходит, надо искать. И промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать. Часто ведь бывает это чисто психологически, что человек привык к определённому лекарству. Но это важно. Даже психология очень важна. Человек верит в это лекарство или не верит. Я это понимаю. Но и по импорту будем закупать, и будем сами производить. А объём нарастает. Медицина в состоянии первичного звена остаётся острой темой. Много вопросов даже из крупных городов про то, что к узким специалистам не попасть, что не хватает врачей, санитарок, вал обращений из посёлков и сёл. Давайте позвоним Егору Перминову из Свердловской области, посёлок городского типа Ревтинский. Егор, если вы нас слышите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Егор. Я из Свердловской области, посёлок Ревтинский. Наша беда и проблема заключается в здравоохранении, а точнее, в его отсутствии. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами. Они в полной разрухе. Нехватка оборудования, зарплаты у персонала оставляют желать лучшего. Большая часть ремонта ещё советская и разваливается на глазах. В таких условиях мы не можем получить нормальную медицинскую помощь и просим вас к нам помочь. Спасибо. Это откуда? Из Свердловской области. Я посмотрю обязательно, что конкретный населённый пункт. Посёлок Ревтинский, недалеко от Екатеринбурга, насколько я помню. Дайте мне потом, я что-то запишу. Ревтинский, да? Да. У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения. Средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин, по-моему, 14 тысяч передали. Но строятся ФАПы, обновляются, наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим, это тоже будет одной из частей будущей президентской программы, продление программы первичного звена здравоохранения. Вот кадр из этой программы уже как раз сейчас. Продление программы первичного звена здравоохранения. Немало сделано, на самом деле. Судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Хочу ещё раз сказать. Мы проблему это понимаем. Не случайно. Программу создали специальную по первичному звену здравоохранения. Будем её продолжать. Здесь очень важно уделить особое внимание, конечно, в программе, кстати говоря, так и прописано. Особое внимание сельской местности, населённым пунктам на селе. Туда уходит чуть больше половины всех средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. Так и будем делать дальше. Оно по конкретному объекту мы, конечно, поработаем. Давайте снова вернёмся к журналистам. Давайте вот… Вы знаете, я вот с этой стороны, Владимир Владимирович, вот здесь арти есть. Арти давайте дадим, потому что они совсем с краю сели, ты их не заметил. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Владимир Владимирович, телеканал «Раш ТД» и Мурат Газдеев. Вопрос особенно больный для нас. Как международный канал, да и для нашей страны, как многонациональной страны. Владимир Владимирович, как Вы оцениваете растущий национализм, как и в России, так и во всём мире? И не только национализм, но и антисемитизм. Я просто отмечу, что на фронте такой проблемы нет. У нас в окопах, в блиндаже крохотном могут сидеть евреи, христианин и мусульманин, и всё у них хорошо. А выезжаешь, это как и в России, так и во всём мире. Почему-то это растущая проблема. Что делать, Владимир Владимирович? Вы знаете, последние исследования в ЦИОМа, по-моему, вот о чём говорят. 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Огромным. Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы… Вот сейчас с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей. Потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий. Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту и тенденция к росту есть. Вы знаете, связано с чем, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Вот смотрите, что в Газе происходит. Во всём исламском мире определённая реакция. И рост в этой связи количества людей, думающих радикально, этот рост очевиден. Количество таких людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет, а всё-таки это результат политики определённых элит. И нерешение в течение десятилетий вопросов, отсутствие справедливого решения палестинской проблемы. Реакция исламского мира, а потом рост этих фобий антиисламских. Это очень плохо. В нашей стране, я уже сказал, огромную роль играют и конфессии, и обращение к нашим традиционным ценностям. Но всё-таки не последнюю роль играет то, что мы всё-таки проводим взвешенную и внутриполитическую политику, и политику на международной арене, мы всё-таки то, что можем делать, мы делаем для достижения справедливости по всем этим направлениям. И мне думается, что всё-таки люди это оценивают. Именно поэтому у нас и создаётся такая обстановка. Ну а что касается русофобии, то это один из векторов борьбы, один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. Ну, да, в мире это есть. Мы у себя должны делать всё для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало. И пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать. Вот TF1, да, это французская, да, компания? Вот TF1, середина сектора. Thanks. Jérôme Garou for TF1, TF1, the French TV. Mr. Putin, you have been in contact for a very long time with Emmanuel Macron. Could you tell us how do you perceive France and its president today? Do you plan to meet him once again on what terms? Да, у нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, и во Франции бывал. Господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двухсторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть, пожалуйста, мы готовы. Интереса нет, мы обойдемся. Вот и все. Ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов. Но если европейские страны, президент Франции в частности, не желает с нами общаться, нет. Но нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы. Давайте Магаданскую область. У меня только просьба. Давайте так громко не будем о себе больше созревать. Иначе какофония начнется, вообще будет трудно разобраться. Извините. Но, как показала практика, это бывает работой. Это помогает. Александр Орлов, Колыма Плюс, Магаданская область. Здравствуйте, Владимир Владимирович. В первую очередь хотелось бы отметить, что Магаданская область всецело чувствует на себе поддержку правительства страны. В частности, потому что мы видим реализацию федеральных проектов на территории нашего региона, что положительно сказывается на его развитии, в том числе положительно сказывается на отношении нашего населения к президенту. В том числе и моего отношения, если честно. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы. Потому что, сколько я себя помню, вы всегда в власти, можно и так сказать. Спасибо большое. И, наверное, стоит перейти к вопросам. Первый вопрос. Для нашего региона очень важна связь с большой землей. И, к тому же, мало кто из жителей Дальнего Востока и Магаданской области, я думаю, что мои коллеги из Дальнего Востока согласятся, проводит свой отпуск в своем регионе, то есть дома. Тут и возникают сложности. Магадан имеет три субсидированных направления. Это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления, как Хабаровск, которые рядом, и Новосибирск не входят как раз в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток. И, к тому же, это может и по карману не слабо ударить. Потому что до Москвы добраться намного дешевле, чем до Хабаровска, который соседний. А таким жителям Магаданской области, как, скажем, я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, у кого уже возраст прошел к льготам, все, и мне уже не 22, я не могу летать как молодой перспективный. Детей заводите. Я согласен с вами, да. Путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам. Да. Но у нас есть дальневосточные тарифы. Вы такой молодой энергичный, симпатичный молодой человек. Ну чего? Спасибо. Возможно ли расширить список субсидированных направлений для дальневосточников при условии, что это может и помочь развить туризм в нашем регионе, летать по Дальнему Востоку по субсидиям? Это первый вопрос. И второй, думаю, что все, кто тоже с Крайнего Севера, с Дальнего Востока, знают, что мы к зарплате получаем еще и северные надбавки. Это ни для кого не секрет. И в каждом регионе максимальный коэффициент набирается по-своему. То есть, но в целом нужно отработать около пяти лет, чтобы получить максимум. Так вот, загвоздка в том, что мы, люди, которые родились и работаем на Дальнем Востоке, точно так же наравне с приезжими специалистами нарабатываем себе этот коэффициент, не получая его сразу. Возможно ли вернуть тот законопроект, который был, то есть раньше получали те, кто родились на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, сразу все коэффициенты? Возможно ли вернуть вот этот законопроект? Спасибо. Вы знаете, вопрос понятный, он обсуждается в правительстве. И я бы вот так и сделал. Я бы не стал ждать срока прохождения, проживания, на работы. Это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке. Что выгодно стране, нужно России. Это вопрос просто бюджетной обеспеченности и возможностей бюджета федерального. Но мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Что касается плоских тарифов, тоже связано. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года. После моих консультаций с Аэрофлотом, прежде всего, с другими компаниями, с Министерством транспорта, мы продлим, безусловно, плоский тариф. Конечно, я вас понимаю, хорошо бы их расширить. Это тоже вопрос просто бюджетного финансирования дополнительного. Посмотрим, хорошо? Но продлим это точно. Хотя я понимаю, что там регион колоссальный. Он захватывает просто этот Дальний Восток, он захватывает. Это отдельный мир целый. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю. Мы посмотрим, хорошо? Спасибо большое. Владимир Владимирович, ещё один вопрос. Вот Великий Новгород. Сейчас, извини. А Великий Новгород. Девушка так взяла, как будто она к этому не имеет отношения. Первый ряд, да. Удивилась. Первый раз повезло. Наталья Хмелёва, Новгородское областное телевидение. У нас вопросы сферы здравоохранения. У нас в регионе последние годы ситуация улучшается, и оборудование закупается, и меры поддержки молодых специалистов тоже принимаются. Но всё равно ключевая, очень значительная часть смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. В связи с чем у нас вопрос тоже по федеральной программе. Может быть, можно создать федеральную программу по строительству кардиоцентров в регионах? В нашем регионе он бы очень пригодился. Я думаю, что другие регионы тоже бы нас поддержали. Но без федеральной помощи, к сожалению, мы сделать этого не сможем. Спасибо. Спасибо. Я переговорю, конечно, с Андреем Никитином, с губернатором и с Минздравом. Не знаю, нужно ли создавать отдельную программу именно по кардио. Да, есть у нас отдельная программа по онкозаболеваниям, работает хорошо. Но кардио – это одна из проблем и одна из причин смертности высокая. Это кардиозаболевания, сосудистые кардио-сосудистые заболевания. Посмотрим обязательно. Но первое, что нужно сделать, это, я уже сказал, продлить, безусловно, программу, связанную с развитием первичной звена здравоохранения. И, может быть, там предусмотреть отдельные направления, которые бы обеспечили сохранение здоровья людей известного риска. Своевременные выявления, диспансеризация и принятие последующих решений. Посмотрим. Кардиозаболеваниями Минздрав занимается очень напряжённо и количество, по-моему, даже летальных исходов уменьшается. Я услышал, что вы сказали. Посмотрим. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Пожалуйста, Саша. Дайте микрофон. Огромное. Александр Гамов, радио, сайт и газет «Комсомольская правда». Вам огромную благодарность, что вы поддержали инициативу Серёжи Зинина, военкора, который сейчас находится в Донбассе. И он предложил авторитет, знания и опыт и подвиги участников СВО в мирных целях. Я имею в виду, чтобы это не пропало в той работе, которая проводится по патриотическому воспитанию нашей молодёжи, наших детей. А вопрос у меня такой. Первый. Почему, зачем, на ваш взгляд, нам потребовался новый учебник истории? Ведь история, она сама идёт. И как бы, чего, какая разница, значит, истории, какой мы учебники и придумаем. Это первое. Второе. В следующем году мы с вами будем отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. 10 лет события, когда Крым приплыл в свою родную гавань, как вы это сказали. В 2025-м, 80 лет победы в Великой Отечественной войне. И вот лично для вас, в личном плане, что означает каждая из этих событий? Ну и попутно, коль уж мне микрофон дали. В 2025-м году 100 лет комсомольской правде. И мы вас приглашаем на юбилей. И, может быть, скажете Дмитрию Сергеевичу, чтобы он это внёс в график. И мы будем с нетерпением вас ожидать. Спасибо. Спасибо за приглашение. 2025-й год ещё не так скоро. Ну, рядом с исторической точки зрения. А в жизни человека это немалый срок. Но я постараюсь. Бог даст, всё будет нормально. Спасибо большое. По поводу вот этих юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа. Даже для всех народов бывшего Советского Союза имеет огромное морально-нравственное значение. Огромное. Ну, и почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение. У меня, например, на Пискарёвском кладбище в Петербурге, как известно, в братской могиле мой старший брат лежит, который я не видел никогда, конечно, потому что я родился гораздо позже. Но, тем не менее, это тоже имеет значение для меня лично, в личном плане. Ну, а первая часть – это о чём? Я просто вас поблагодарил за то, что вы поддержали Серёжу Зенина. Да, я слышу. Участие в микрофоне. Слышу, слышу. Я вас просто поблагодарил от имени комсомолки, что вы поддержали Серёжу Зенина, известного военкора, БГТРК, который сейчас в Донбассе. И он сказал, что вот этот капитал, вот эти вот ребята, бойцы СВО, их нужно в мирных целях использовать, чтобы они пошли в школе. Вот я помню, у нас военрук был, участник Великой Отечественной войны. Он олицетворял собой всю государственную программу по патриотическому воспитанию. Ну, я уже сказал, добавить-то нечего. Войны выигрываются учителями, поэтому воспитание, особенно теми, кто напрямую принимал участие в боевых действиях, рисковал своей жизнью собственной, за Родину воевал, это особое значение имеет. Тут я на юрфаке учился, и у нас в Ленинграде, у нас были преподаватели, участники Великой Отечественной войны. Ими так внимательно и с особым уважением относились к тому, что они говорили и как они себя вели. Вот это самый лучший пример. Поэтому, безусловно, будем ребят использовать. Точно новое для пресс-конференции. Хорошо, прощение, еще про учебник, да? А, про учебник, да, вот, Саша, про учебник. Да, понятно, почему там новое учебник. Да, зачем новое учебник истории? Я понял, понял. Значит, но их же было 60 с лишним версий, по-моему, учебника. 65. И во многих учебниках для российской аудитории будет понятно, сейчас мы только говорили про наши юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе. Во многих учебниках там все, что угодно было, в том числе активно описывалось значение второго фронта, открытие второго фронта. Только не было ничего сказано или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Но это разве нормально? Конечно, нам нужна какая-то такая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех тех, кто читает этот учебник. Потому что, как известно, сегодня ребёнок, завтра гражданин. Это чрезвычайно важно. Поэтому, да, и учебник был нужен. Кстати, мне известно, что и вопросы возникают, и даже критика возникает. Нормальное дело. И пускай научное сообщество, педагогическое вместе, кстати говоря, вместе с привлечением родительской общественности, думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения. С учётом реалий и сегодняшнего дня, с учётом мягкого, благожидательного и доброго подхода и к всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны. У нас, так же, как в истории любой страны, проблем хватало внутренних. Поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно. Но все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы. Как у нас это было? Так вот, точно новое. Для приехания и пресс-конференции люди практически перестали жаловаться на состояние общероссийских дорог. Даже нахваливают их. Мы совсем скоро ждём открытия трассы Москва-Казань, потом будет продолжение строиться. Построен уже обход Ростова-на-Дону. Трасса до Петербурга. В общем, реально сделано очень многое. Но вот про новые платные дороги люди интересуются. А чего так дорого-то? А чего цены такие высокие запровезть по ним? Позвоним Сергею Викторовичу из Москвы. Сергей Викторович, задавайте вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Викторович, я из Москвы. Мой вопрос по тарифам на проезд по долгожданной трассе М-12 Москва-Казань. Тариф на недавно открытом участке данной трассы для легкового автомобиля составляет сейчас в среднем 7 рублей за километр. Стоимость проезда Москва-Казань ожидаем около 6 тысяч рублей. Что для большинства автомобилистов, конечно же, весьма дорого. Год назад автодором называлась цифра 4 рубля за километр. И стоимость проезда всей трассы Москва-Казань от 3 до 4 тысяч рублей. Разумных, я считаю, 3 до 4 тысяч рублей. Владимир Владимирович, пожалуйста, рассмотрите возможность дать соответствующим ведомствам поручение пересмотреть тарифы на проезд по М-12 в сторону уменьшения, чтобы она стала доступной по стоимости для широкого круга автомобилистов. Большое спасибо. Сергей Викторович, да? Да. Сергей Викторович, я, честно говоря, не знаю, откуда такая цифра-то 6 тысяч Москва-Казань. Это что уже? Вот смотрите, 2 800 Москва-Арзамас умножаем на 2, получаем 5 600 Москва-Казань. Но, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что я знаю, что цифра должна быть 4, 4,5 тысяч. Я проверю. Но мне кажется, что это просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Но я проверю, Сергей Викторович, я обещаю вам. Спасибо. Обязательно посмотрю. Но вот смотрите, до Крыма сейчас доехать меньше 4 тысяч рублей, хотя до Крыма путь весьма неблизкий, до Питера меньше 4 тысяч рублей. Поэтому как-то хотелось бы, чтобы Казань тоже не была исключением среди вот этих направлений. Как хорошо, что москвичи заботятся о Казани. Видите, всё у нас очень гармонично. С Казани очень много связано. Гармонично всё развивает. Есть такая забота. Но, повторяю, я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4 тысяч. Я сказал около 6 тысяч, извините. Я понял. Но вот по моим данным это должно быть не больше 4,5 тысяч. Проверю обязательно, Сергеевич. Хорошо, спасибо большое. А так, в целом, платные дороги, они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону. Поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно. Но там свои сложности. Но всё-таки дорожники стараются делать так, чтобы чрезмерной нагрузки финансовой не было. В той же Казани вы упомянули, там, по-моему, южнее Казани, там мост сейчас мы построили, а до сих пор паром работал. Паром стоил 300 рублей, а по мосту будет проехать где-то 270, по-моему, или 260. Потому что там чуть-чуть, но подешевле. Вот на это обязательно буду настраивать дорожников в соответствующие службы дальше. Но я проверю. Москва-Казань проверю. Владимир Владимирович, раз уж про дороги заговорили, вот мы с Павлом, когда ехали на программу, ну невозможно не обратить внимание, пробки, час-пик, огромное количество китайских автомобилей. Просто настоящая экспансия. И эксперты говорят уже, ну что буквально 60% нашего рынка, можно сказать, захвачено китайскими автомобилями. Мало того, что они не дешевые, но так и наши, в общем-то, им подстать. И многие граждане пишут, задают вполне резонный вопрос, почему ценник на продукцию автоваза улетел в космос. Ну не в космос, он улетел, по-моему, процентов на 40. Ну практически не осталось уже машин, которые вот такого среднего класса, до миллиона рублей практически ничего невозможно найти. Ну согласен, да, согласен. Ну 40% тоже много, я понимаю. Ну связано с чем? Здесь мне объяснять-то, мне кажется, не нужно. И так все понятно. Но тем не менее скажу, если такой вопрос есть. Конечно, когда европейские бренды ушли из России, европейские, японские, южнокорейские, то здесь несколько вопросов возникло. И, конечно, они с компонентами ушли. Возник вопрос развития собственной базы. И, ну, автоваз, надо сказать, что с количеством он справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что так или иначе все-таки производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене. И это ведет к удорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество. Чем больше, тем дешевле. Вот автоваз идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет их к снижению цен. Но самое главное – создавать свои собственные платформы и их развивать. У нас и автоваз, и другие производители так и делают. Это требует времени. И очень хочу надеяться, даже уверен, что так и будет. И цены пойдут вниз. Ну, и вторая очень важная задача – это создание своей компонентной базы. Потому что у нас мы передоверились нашим так называемым партнерам. И вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому нам надо ее воссоздавать. Но Минпромторг этим занимается. И задача решается. Я, знаете, стараюсь так очень аккуратно говорить. Потому что скажешь… Не обнадеживать. Да, скажешь завтра. А завтра не успеют сделать. Вот, сказал, обещал, не сделали. Но я вас уверяю, работает Минпромторг над этим. Очень активно. И производители активно работают. Уверен, что они добьются результата. Ну и Лады-Гранты вроде все-таки дешевле миллиона. Ну, можно найти. Да, там модель не самая, конечно. Но все равно рост под 40%. Так, почитаешь, у нас только на Аурусах хотят все ездить. Вот было несколько сообщений. Ну, Аурус совсем очень дорогой. Но он же в совсем небольшом количестве производится. Сейчас начали даже производить за границей. В Эмиратах начали производить. Там сборка осуществляется Аурус. Ну, вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина. Наряду с другими производителями. У нас целая линейка Аурусов. И лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Вот все это есть. Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно. И тогда сразу цена будет уходить. Но это время нужно для этого. Дмитрий Сергеевич, передаем эстафету. Ну, во всяком случае, вы знаете, что я бы хотел подчеркнуть. Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Что касается китайских автомобилей. Вот наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках. И уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе и на европейском рынке. Там автомобильные города, посмотрите, что там происходит. Вольсбург и так далее, в Германии. Там ситуация, к сожалению, для них ухудшается. Ещё идут всё больше и больше, и продаются всё больше и больше электромобили и так далее. Там открываются американские заводы. Где интересы европейских, в частности, немецких автопроизводителей, непонятно. Там в своё время, несколько лет назад, атака была предпринята в Соединённых Штатах против Вольксвагена. Ну и что? Ущерб колоссальный нанесли. И что, как правительство защищает автопроизводителей? Традиционно мощных немецких, вообще европейских автопроизводителей. Да никак. Бросили их там на производство и всё. А китайское правительство работает, работает активно, поддерживает своих автопроизводителей. И они вытесняют с рынка европейцев. Это происходит не только в России. И качество растёт. И цена-качество всё-таки даёт возможность выбирать нашему автолюбителю то, что они хотят. Но будем работать, будем работать все вместе. Вот молодой человек прямо настройте к меня руку. Возьмите, пожалуйста. Да, да, вы. Нет. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Андрей Кременю. Нет, но уже поздно. Ну ладно. Ну ладно, ладно. Извини, пожалуйста. Ну пожалуйста, прошу. Давайте вопрос. Прошу прощения. Андрей Кременю, Годерка Славия, Новгородская область, Великий Новгород, соответственно. Мой вопрос касается электросетевого комплекса региона. Линии электропередачи, возведён ещё в послевоенные годы, сильно устарели с тех пор. Процент износа ЛЭП сейчас составляет около 70%. При малейшем снегопаде без света могут оставаться целые районы, где живут, соответственно, тысячи жителей Новгородской области. Так было в декабре 2021 года. Тогда несколько районов сидели без света по 2-3 недели. Губернатор Андрей Никитин обращался к вам с просьбой посодействовать в повышении надёжности электросетей. Вы его обращение поддержали. Через полгода, в 2022 году летом, было подписано соглашение между правительством региона и компанией Россети. На эти деньги планировали выделить 6 миллиардов рублей, и на эти деньги планировали обновить линии электропередачи и закупить необходимую технику. С тех пор прошло больше года, но ничего не изменилось. Соответственно, хотелось бы узнать, как скоро энергетики начнут исполнять ваши поручения, а Новгородская область дождётся обновления электросетевого комплекса. Спасибо. Россети работают достаточно активно по всей стране. Что конкретно было запланировано, там 6 миллиардов, я, честно говоря, не буду врать, я не знаю, что Россети планировали. Но узнаю, посмотрю, обязательно переговорю с руководством Россети и с губернатором. Стараемся помочь поддержать реализацию этих планов. Сетевое хозяйство в России огромное, имею в виду нашу необозримую территорию, но это же европейская часть. Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьёзная, снеговая нагрузка тоже сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по регионам, по территориям, я выясню. Мы с Андреем Никитиновым обязательно переговорим на это ещё. Стараюсь помочь, поддержать. Да, молодой человек. Сейчас, сейчас, сейчас. Там был молодой человек, да. Пожалуйста, прошу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Александр Зарубин. Здравствуйте. Многомиллионная аудитория знает меня как Александра Стоуна. Я являюсь артистом «Газпром-медиахолдинга», также резидентом продюсерского центра «Инсайт-люди». Представляю блогерскую блогосферу вообще. И сейчас эта сфера очень сильно развивается, особенно в последнее время, набирает прям такие сумасшедшие темпы. Различная информация, различные новости, разные площадки открываются, какие-то площадки закрываются. Хотелось бы услышать ваше мнение касаемо вообще будущего нашей сферы. И что, например, лично я могу сделать для того, чтобы мы продолжили работать, развиваться, творить. И наша работа была полностью прозрачная. И к нам не было никаких, наверное, вопросов. Если нет вопросов, о чем разговор? Значит, это же свободная сфера такая, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, стараемся поправить. А если все развивается так, как вы считаете нужным, ну и дай бог здоровья всем. Мы будем и дальше создавать такую атмосферу, такие условия для развития блогосферы. Единственное, чего бы хотелось пожелать, чтобы мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная. Именно потому, что контроля-то такого со стороны государства нет. Но надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения. Вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому это касается морали, нравственности, безопасности детей. Ну, понятно. Поэтому это лучше, когда профессиональное сообщество организуется, так же, как в сфере высоких технологий это делают и так далее. Но если есть какие-то пожелания, пожалуйста, вы их сформулируйте. Мы постараемся отреагировать. Скорее всего, сейчас очень много вопросов и вообще разных мнений. Сейчас отдайте. Нет, я слышу, слышу. Наверное, в силу того, что есть многие ребята, которые добираются популярностью очень быстро, и нет таких людей рядом, которые имеют какой-то большой опыт вообще в жизни в целом, в построении бизнеса, которые могут тебе объяснить банальные вещи, как платить налоги, как зарегистрировать ИП. К сожалению, много молодых ребят в этой сфере, и они даже, как вы правильно подметили, не чувствуют эту ответственность. Хочется, наверное, просто, чтобы нам, наверное, большинству людей, кто работает в этой сфере, немножко просто подсказали, направили, и дальше мы также ответственно относились к работе и продолжили творить. Спасибо. Так, чтобы было на кого опереться, и кто мог бы профессионально и грамотно что-то подсказать. Хорошо. Кстати говоря, это очень важно. И вы обратили внимание на то, что должно быть, безусловно, одним из приоритетов даже государства. Я услышал. Спасибо большое. Дмитрий Сергеевич. Давайте, может быть, еще один зал дадим. Давайте, я вижу мир. Давайте, мир, все-таки это огромное пространство СНГ. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Элина Дашкуева, МТРК, МИР. В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета Содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ, и как вы в целом оцениваете интеграционные объединения на постсоветском пространстве? Спасибо. Мы строим все свои интеграционные планы, я имею в виду Россию, исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Вот между странами ЕАЭС устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков, труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще и с советского времени плюса с точки зрения наличия единой инфраструктуры, транспортной и так далее, наличие языка межнационального общения. И вот президент Такаев выступил даже с этой инициативой создать международную структуру по поддержке русского языка, за что мы ему очень благодарны. Вот все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но как конечный результат и в социальной сфере в росте благосостояния граждан. Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, такому и быть. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы получает нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, ну, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так. Также и по другим направлениям, ну, скажем, рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией, что... Вот видите, в Европе, вроде бы в странах-союзниках Украины дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию, даже если предполагается, что эта продукция идёт транзитом. Закрыли, и всё. Там есть собственные интересы, и есть кому бороться за эти интересы. Куда, молдаване, пойдут с этой продукцией? Ну, вот в какой-то момент сказали, что они отказываются от нашего газа. На самом деле ничего не отказывается. Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствия этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы. Мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать – мы рады, пожалуйста. Не хотят – это их выбор. Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Это мы же всё понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле. И нас-то особенно не информировали о том, что готовится к принятию такого решения. Это просто констатация факта. Потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Так произошло. И процессы сложные внутриполитические. Я не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, на УДКБ. В конечном итоге это всё равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, во всяком случае, так, как мы знаем. Связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться. Вопросов очень много. Ускоряемся. Малый и средний бизнес. Люди, которые тоже очень помогли пережить этот удар санкций. Смотрим видео вопрос от Василия Бабинцева из Ижевска. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Василий, я из Удмуртии и представляю бренд Банглибук. Мы производим одежду для взрослых и детей. Например, такие красивые и стильные комбинезоны, которые очень нравятся мамам и детям. Недавно мы стали победителями конкурса «Знай наших» от агентств стратегических инициатив. И получили призы, так нужные нам для продвижения на маркетплейсах, что позволило нам увеличить обороты. Так сказать, нам повезло, что мы получили нужные призы. У меня есть другой пример от коллег по цеху. Это компания «Сплав». Они производят туристическую одежду. И с началом спецоперации они смогли увеличить продажи за счёт появления новой категории потребителей – это военные и мобилизованные. Опять же, можно сказать, что удачное стечение обстоятельств. У меня вопрос. Можем ли мы в современных реалиях сформировать такую системную поддержку отечественных брендов и предпринимателей, чтобы их развитие не носило характер только удачного случая? Ну, смотрите, вы же сейчас сказали, что у вас всё получилось. И не только у вас. Вот то мероприятие, которое было проведено агентством стратегических инициатив, кстати, вместе с ВЭБом, внешнеэкономбанк – это всё-таки государственная структура, но даже и АСИ, хоть агентство и является независимым, оно всё-таки функционирует, действует при поддержке государства. И то, что они проводили этот конкурс национальных брендов, это всё-таки согласовано и поддерживается государством. У нас на нашем рынке, внутри страны, присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31 процент, по-моему. Но вы правы. Вы правы в том, что этот процесс нельзя а останавливать, и б, он должен иметь системный характер. В этой связи без всякого сомнения нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам. Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. А у нас в регионах есть чем гордиться. И вот здесь кто-то из коллег говорил, да, по-моему, из Мордовии, да, говорили и приглашали на выставку мордовскую на ВДНХ, посмотрите на то, что производится в регионах. Надо это продвигать. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов. Все мы сейчас очень внимательно следим за развитием искусственного интеллекта. И надо признать, что многие люди очень этого опасаются. Вот Арина Дмитриевна из Волгоградской области спрашивает. Видео вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Арина, мне 8 лет. На уроке нам рассказали, что в будущем человека может заменить робот. И вдруг он может заменить меня, маму, папу, бабушек и дедушек. Как вы думаете, стоит ли бояться роботов? Владимир Владимирович, пока вы не успели ответить, еще у нас есть одно видео по этой теме, очень впечатляющее. Предлагаю посмотреть. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще. Как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Но что касается искусственного интеллекта, да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечая на вопрос Арины Дмитриевны, да? Да. Арина Дмитриевна. Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, а то можешь запомнить. Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно. Но искусственный интеллект, надо ли его бояться, предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Просто предотвратить это невозможно, предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать всё для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но в чём это закончится, никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае, сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях, можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условия, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. Вот в своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым. Начали договариваться. Вот так же будет, наверное, и с искусственным интеллектом. Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться. Но до этого реальных никаких договорённостей достичь вряд ли удастся, но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня. Давайте в зал опять вернёмся. В зал вернёмся к журналистам. Дмитрий Иванович, мы не давали. Я предлагаю вот сюда два вопроса. РИА Новости дать и дать дальше Республика Сербска. Наши друзья. Сначала РИА Новости давайте, а потом Республика Сербска. Добрый день. Лена Глушакова, РИА Новости. Вообще на большой повестке очень много говорится и про СВО, и про новые регионы. Вот сегодняшняя пресс-конференция, в принципе, отражает эту повестку. Но, тем не менее, есть регионы, которые испытывают не меньшие проблемы, не меньшие сложности, но про них, наверное, меньше как-то говорят и меньше упоминают. Я хочу сказать про Белгородскую область, про Курскую область, которые подвергаются обстрелами, которые живут в очень непростых условиях. Мы вот разговаривали с коллегой из газеты «Валуйская звезда». Она говорит, что обстрелы – это ежедневная их жизнь, их обычная жизнь. На Ваш взгляд, достаточно ли делается для того, чтобы как-то поддержать жителей, чтобы защитить их права, чтобы восстановить их дома? И второй вопрос – это про бизнес, который там продолжает работать. В Шибекино огромная фабрика, в других регионах и районах Белгородской области, которые подвергаются обстрелам. Как Вы считаете, достаточно ли правительство помогает им и нужно ли вообще продолжать там работать, развивать там предпринимательство с учётом того, что пока СВО продолжается? У нас есть как раз из Шибекина видео-вопрос от предпринимателей. Пожалуйста. Косицына, директор завода в городе Шибекино. В июне месяц многие предприятия в Шибекино подверглись террористической атаке со стороны Вооружённых сил Украины и были значительно разрушены. В связи с чем хотим попросить и привлечь Ваше личное внимание к этой проблеме и помочь с восстановлением в виде федеральных грантов, которые позволят сохранить более 3000 рабочих мест, а также восстановить уникальные производства продуктов, которые сейчас находятся в санкционном списке, но мы их производим на территории Российской Федерации, в частности в городе Шибекино. А также ввести особую экономическую зону в городе Шибекино хотя бы на 3-5 лет для того, чтобы помочь восстановиться производством после террористической атаки со стороны Украины. Я отвечу коротко. Думаю, что условия особой экономической зоны в Шибекино, создание такой зоны, надо поддержать. И попрошу правительства внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики, в том числе в этой зоне, о которой Вы сказали. Вот, пожалуй, это ответы на Ваш вопрос. Сейчас, Вы знаете, мы Сербской Республике обещали. Да, вот смотрите, сейчас, одну секунду, пока Вам задавали вопрос, я прочитал один из тех, которые здесь слева на большом экране, он важный. Семья с детьми, двое детей, ипотека. Но вот она заканчивает, это правда, ипотека у нас скоро заканчивается. По-моему, она семейная, до июля следующего года только действует. И правительство сейчас думает на тему о том, чтобы её продлить. Тоже, конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки. Там и первичный взнос минимальный, 20%, и 6% годовых. А вот если трое детей, я уже говорил об этом, и субсидии ещё положены, 450 тысяч. Поэтому над этим обязательно нужно подумать. И я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этим вопросам. Давайте Сербская республика, а потом ещё регион какой-нибудь. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Даринка Петрович. Я журналист из Республики Сербская, альтернативное телевидение. Мы и Вы сейчас говорили, насколько серьёзная ситуация в целом мире. Возникают конфликты от Украины до Ближнего Востока. Все это, конечно же, влияет и на Балканы, и усложняет и так очень сложную и серьёзную ситуацию, особенно в Боснии-Герцеговине и в Республике Сербской. Вы очень хорошо знаете, какая сейчас политическая ситуация в Боснии. Она является де-факто западным протекторатом. У нас работает нелегитимный аппарат высокого представителя. Сербов обвиняют за то, что они поддерживают Россию, то есть за то, что у нас хорошие братские дружественные отношения. И как русских просто и граждан, и наши граждане, и руководство Республики Сербской обвиняют за, как они это называют, за расширение так называемого злокачественного русского влияния. Пока в Республике Сербской вообще нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций. С другой стороны, идёт наводнение западных СМИ и разных организаций. Я хочу вас спросить, как вы видите будущее Республики Сербской и целого региона? И как это всё прокомментируете, если имеется в виду, что самые большие войны всегда начинались на Балканах? У меня, конечно же, ещё много вопросов, но я не буду терять время к коллегам. И это оставим на потом, когда у нас одного прекрасного дня будет с вами интервью. Спасибо. Спасибо. Ну, я постараюсь тоже коротко ответить. Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. И оценки этой ситуации нашей с вашим политическим руководством полностью совпадают. Это первое. Второе. Что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, РТ там принимается, нет у вас? Не принимается, да? Ну, надо подумать над этим. Я попрошу коллег Олега Борисовича тоже из ВГДРК посмотреть, что можно сделать в этом направлении. Ну, и что касается будущего, свое будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории. И какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или другой территории, в конечном итоге всё-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроения и планы чаяния этих людей. Вот мы свою политику в отношении этого региона и в отношении Боснии-Герцеговины и Республики Сербской будем строить именно на этих принципах. Владимир Владимирович, здравствуйте. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, скажу честно, меня зовут Евгений Мурулёв, Луганск-24. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, мы, скажу честно, приехали без вопроса, потому что у нас вопроса нет. На сегодняшний день я считаю, что Луганской Народной Республике жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо лично вам за то, что сегодня Донбасс в составе Российской Федерации. Огромное спасибо правительству за ту работу, которую она сегодня делает. Интеграция, интеграционные процессы проходят максимально безболезненно. И отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу, и сегодня днём и ночью они трудятся. Наши дети наконец-то начали выходить на детские площадки. Новые, современные детские сады, школы. Спасибо вам. Низкий поклон. Моё рукопожатие вам от всего Донбасса. Большое спасибо. Вопрос, собственно, маленький. Один. Когда в гости? Спасибо большое. С удовольствием приеду. Я вот был, правда, был так незаметно, но тем не менее по Луганску проехал, посмотрел. Ещё раз хочу повторить то, о чём уже сказал, говорил. Вы знаете, всё выглядит довольно скромно, но не так, как в Москве. Москва – один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стал таким. У вас всё скромно, но всё так убрано чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают. Ну, а о характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают. И уверен, победа будет за нами общая. Так что я в ваш адрес и в адрес тех, кто проживает на Донбассе. Хочу направить слова благодарности и пожелать всяческих успехов. У нас продолжает поступать массовое количество вопросов. Давайте посмотрим, пожалуйста. Стоит же человек. Здравствуйте. Меня зовут Микаэль Миносян. Я волонтёр из Донецкой народной республики. Мы уже на протяжении девяти лет в Донбассе всегда помогаем своему региону с самого начала боевых действий. У меня погибли мои друзья-волонтёры во время выполнения гуманитарной миссии. Я также получил ранения и видел их смерть своими глазами. Владимир Владимирович, мы каждый день являемся на грани жизни и смерти, выполняя гуманитарную миссию. К нам приезжают ребята-волонтёры из других регионов. И когда они приезжают, они получают определённую страховку и в плане, если они погибают или получают ранения, их родственники получают в том числе материальную компенсацию. Таких страховок для жителей ЛНР и ДНР сейчас не существует. То есть мы, находясь у себя дома, рискуем точно так же, как ребята из других регионов. И поэтому огромная просьба, если это возможно, уравнять всех волонтёров нашей большой России в своих правах. Полностью согласен. Я уже примерно на такую тему высказывался. Все должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живёт. Это вне зависимости даже от того, был ли на момент получения травмы человек гражданином России или нет. А в вашем случае тем более. Особенно это касается волонтёров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях, рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться. И обязательно я добьюсь того, чтобы всё это было соответствующим образом отрегулировано. Огромное количество поступает… Вам спасибо большое. Огромное количество поступает нам звонков. Видеозвонков. Секунду, извините, пожалуйста. Всё-таки очень важные вопросы из сёл, в том числе, поступают. Давайте посмотрим. Подождите секундочку. Можно секундочку? Да, конечно. Вот здесь прочитал на экране большом. Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации? А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что, если они злоупотребляют доерьям людей и ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно. Вот это правда. Я ещё раз обращу на это внимание. Я уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями на то, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим ещё раз. Итак, вопрос от сельчан. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Иванович Панин, «Донской казак», «Волгоградская область», «Хутор Серебрянский». В течение нескольких лет мы возрождаем ферму крупного рогатого скота, мясо-молочное направление. В принципе, у нас всё идёт нормально. Предполагаю, что вот такие фермы на 100-200 голов являются самыми оптимальными для развития мясо-молочной промышленности для будущего. В связи с этим такой вопрос. Планируются ли какие-нибудь новые программы Министерства сельского хозяйства по поддержке подобных предприятий? И второй вопрос. Возим молоко по бездорожью, страшно тяжело, тракторами. Хотел бы спросить. Возможно, я доживу до того счастья, что нам всё-таки построят много лет обещанную дорогу. И последнее. Хотел бы передать привет нашим землякам, нашим воинам, станичникам. Ждём их с победой. Всё наше воинство. Слава России! И можно вот ещё вопрос? Откуда это? Это вопрос у нас из Волгоградской области. И ещё вот вопрос. Интересуются тоже сельчане. Можно ли сказать, что продовольственная безопасность по основным видам продукции в стране обеспечена? Да. Сначала вопрос, который Евгений Александрович задаёт. Во-первых, у Министерства сельхозам много программ по поддержке сельского хозяйства и большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие. Что касается небольших фермерских хозяйств, из всего объёма помощи, которая выделяется государством на поддержку сельского соотрасли, 40% идёт на поддержку фермерства. Правда, и фермеры всё больше и больше, что сейчас не соврать бы, но, по-моему, процентов 15% не обеспечивают в общем объёме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе. Их продукция разнообразит наш сельхозвнутренний рынок сельхозпродукции. И это очень хорошо. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе и в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев – 150 с лишним миллионов тонн зерна. Правда, это общее количество в очищенном виде. Это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн будет. Результат очень хороший. Я здесь вот вспоминал руководство сельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и яйца куриного, и мяса птицы. И есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая, разумеется, опять с большим плюсом сработала в этом году, и, соответственно, усилия Министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки. Поэтому конкретно этим животноводческим небольшим предприятиям помощь оказывается. Там целый ряд программ. Если чего-то не хватает, мы можем ещё поговорить на эту тему. Я попрошу даже руководство Министерства сельского хозяйства связаться с этим конкретным предприятием и поговорить. Там же есть различные варианты поддержки подобных хозяйств. Нужно ли что-то ещё дополнительное придумать, нужно просто воспользоваться тем, что имеется. Но, повторяю, я хочу, чтобы Евгений Александрович тоже знал, что мы будем эту работу продолжать. Руководство Министерства тоже с вами свяжется и поговорит на эту тему. По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Есть проблема, которая касается семян, прежде всего, в чём самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задачи в образе селекции стоят. У нас программа есть, по-моему, она до 30-го года, по семенам, или до 25-го, не помню, до 30-го года. И она реализуется, осуществляется эта программа. И она будет, будут и выделяются необходимые финансовые ресурсы для этого. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы её решим окончательно. Владимир Владимирович, следующий год в нашей стране год семьи. Совершенно прекрасный повод ещё раз вспомнить о наших родных, близких. Вы как-то сказали, что нет ничего лучше, чем семья, где растёт много детей. Я в этом году сама стала мамой. Моей дочке сегодня ровно полгода. Прям вот аккурат сегодня. Поздравляем. Вообще, вы знаете, тема детей, она очень тонкая, деликатная. И так случается, что, когда женщина узнаёт о своей беременности, бывает, что по каким-то важным, веским причинам она принимает решение её прервать. Тема абортов в нашей стране сейчас очень горячая, она волнует наших граждан. Вот буквально несколько обращений зачитаю из Москвы. Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведёт к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые и так, в виду реформы здравоохранения, беспощадно сокращают. Запрет абортов – это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин. Это же глупо. – Какова ваша позиция? – А запреты разве есть? – Пока нет. Но, возможно, уменьшение количества в частных клиниках? – Почему говорят о какой-то вакханалии запретах? И же нет. Что касается всяких запретов, то… Я, знаете, в этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений, этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой вы сейчас упомянули и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. – Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у церкви быть не может, потому что церковь, она борется за жизнь каждого человека. И у неё есть своё отношение к вопросам абортов. Это понятно. В то же время, я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду. Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали, после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребёнка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. А вот как решать эту проблему? Это, прежде всего, решение проблемы, прежде всего, лежит в двух, как мне кажется, как минимум в двух областях. Первое – это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребёнок – это дар Божий всех, и женщин, и мужчин. И это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения. Но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там всё в порядок, есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Вот над этой стороной дело надо думать. И третье – нужно думать на тему о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семьи с детьми. Вот примерно такое отношение. Я предлагаю вернуться опять к регионам, к журналистам. Давайте сюда. Я вижу средний ряд, поворот на восток. Вы представьтесь, из какого ВСМИ. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Павел Зайцев, общественное телевидение «Приморье». Не такой молодой, как коллега из Магадана, но, надеюсь, не менее энергичный. Владимир Владимирович, поворот на восток – это такая глобальная стратегия, о которой рассуждали раньше, больше дискутировали. Сейчас она планомерна и поступательно реализуется, особенно в экономическом плане. Вы уже коснулись многих вопросов, многих сфер – это и железнодорожный транспорт, и авиатранспорт, и автопром, и так далее, что очень волнует дальневосточников. Один из главных показателей – это поставки российского природного газа в дружественные страны Азии. Вы тоже упомянули о газификации – это тоже очень важный момент, в том числе для Дальнего Востока. Насколько перспективен этот рынок азиатский для нашей страны, какие преференции, может быть, для Дальнего Востока он влечет. И вместе с тем, хотелось бы спросить, резонный вопрос возникает у многих россиян, и неоднократно сталкиваемся с этим на интернет-площадках, почему при огромнейшем давлении, санкционном на Россию в нынешней геополитической ситуации один из важнейших наших ресурсов – природный газ до сих пор поставляется на Запад. Вы упомянули Молдову, в том числе и через Украину, в Европу. Не проще ли было бы развернуться на дружественных партнёров в Азию и уделить внимание газификации регионов? Спасибо. Да. Во-первых, мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Ещё раз повторить – 450 тысяч домохозяйств – подключены к газовым сетям миллион, получили техническую возможность это сделать, и мы будем продолжать эту работу. Почему мы поставляем в Европу? «Газпром» – надёжный партнёр, у него есть контрактные обязательства. Он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет. То, что Европа недополучает газ – это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаём. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямала и Европы – это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины – это сделала Украина. И не мы взорвали «Северный поток-1» и частично «Северный поток-2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал. И не мы не открываем «Северный поток-1», потому что частично наполовину хотя бы одна труба там работает – это Германия не делает. Ну, не делает, не хочет – не надо. У них там взлёт цен, закрывается целая отрасль промышленности, стекольная, химическая, там, не знаю, металлургическая страдает. Соответственно, все, что с этим связано, там реальные проблемы. Значит, скорее всего, немецкая экономика в минус идёт, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Поэтому нам нет… Да, но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит. Как бы мы на Украину как будто и не поставляем. На самом деле они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроено газовое действие на Украине ещё с советских времён. Вот есть вход, как бы магистральный газопровод, тот, который идёт в Европу. На самом деле, как только газ наш вошёл на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны. И растекается. А то, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, то поступает туда как будто это идёт напрямую из «Газпрома», как будто. И таким образом выполняются обязательства перед потребителями. Прежде всего сегодня это Южная Европа. Ну, надо сказать, зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? У нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причём деньги приличные. Что касается… Поэтому мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается поворота на восток. Но он произошёл не… Я уже много раз говорил. Не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет. Мы же давно начали это делать. Газопровод силы Сибири же построил не связь с Украиной. Он раньше начал строить. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики. Создаются новые центры экономического роста. Там потребитель основной возникает. Мы туда и направляем, где покупают и нефть, и газ, и уголь. И дай Бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наш энергоноситель, и нам за это деньги платят. Мы думаем над дальнейшим расширением, и поставок в Китай, думаем над другими странами, как возможные потребители. Кстати, япония не отказывается и берёт. Ну, пожалуйста, берёт, и ради Бога пускай дальше это делает. Мы не против. У нас в Арктике компания «Новотек» развивает отношения, кстати говоря, и с некоторыми европейскими партнерами до сих пор, и с азиатскими. Китай там присутствует уже, активно работает и намерен работать дальше. Мы это приветствуем. Так что в этом отношении у нас ситуация стабильная и основана не на конъюнктуре политической сегодняшнего дня, а на таком основательном интересе России с ориентацией на растущий экономический центр мировой. Точно не можем не сказать о ещё одной теме, которая очень сильно волнует людей. Трудовая миграция. Сейчас в крупных мегаполисах прошли сильнейшие снегопады, и многие благодарны мигрантам, помогли расчистить. Не факт, что сами бы пошли работать. Но, скажем, очень мягко есть и озабоченность количеством мигрантов последствиями такой миграции. Некоторые регионы даже вводят ограничения на работу мигрантов. Что вы вообще думаете об этой проблеме в целом? Это непростая проблема. Она характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчётам свыше 10 миллионов мигрантов трудовых. Но здесь и рынок труда у нас, я уже говорил в начале, 2,9% безработицы. То есть её нет почти, а потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой должны и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Здесь привлекать нужно? Нужно. Но, конечно, мы, прежде всего, заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Без рабочей силы более низкой квалификации тоже вроде как не обойтись. Но нужно, во-первых, вместе с нашими партнёрами из стран, откуда эти мигранты к нам приезжают, начинать работу заранее. И надо сказать, что наши друзья из этих стран, они только за. Открываются русские школы с русским языком, открываются филиалы наших вузов, университетов. Мы это приветствуем и всячески будем это делать. Они нуждаются и просят нас о том, чтобы мы прислали своих учителей, расширяли эти программы, учебники к ним прислали. Это надо заранее готовить. Первое. Второе. Нужно, чтобы всеми гранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения. Третье. Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов. Вот здесь я видел на этих досках, на экранах вопрос, сколько мы будем тратить деньги, сколько денег будем тратить на решение социальных вопросов членов семей мигрантов. Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса. Но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жён мигрантов? Во что это превратится? Нам лучше влиять на них. Да, и здесь всё так просто, ни чёрные, ни белые. В некоторых школах у нас детей иммигрантов больше становится, чем местных граждан. Заранее надо решать эти вопросы, надо их готовить, надо с ними работать, а не делать вид, что проблемы возникают только прямо сейчас. И, наверное, нужен специальный орган, не только МВД, которые занимаются техническими правовыми вопросами. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно находил бы решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но без всяких сомнений. Мы должны руководствоваться, прежде всего, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти. Прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации. Кстати, мы с Екатериной обратили внимание, очень было много посланий, очень много было просьб к вам от граждан разных европейских стран, граждан США, выдать им российское гражданство. Италия, Швеция, самые разные страны, Германия. Причем, знаете, истории, которые описывают люди, которые к нам обратились на прямую линию, совершенно дикие. Вот, например, в Швеции семью просто выселили из собственного дома, когда началось СВО. Люди хотят вернуться в Россию, жить там постоянно. У нас есть определенные правила, есть правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать всех загнепослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей. Я знаю, может быть, нет такого массового потока, как количество мигрантов, которые направляются в страны Западной Европы из, скажем, Африки, Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется. Этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться, и увеличение латиноамериканского населения неизбежно. Но мы должны за этим внимательно следить. Но та категория, о которой вы говорите, люди, которые сознательно, даже не в силу экономических причин к нам стараются переехать, мы будем только приветствовать, но в соответствии с нашим законом будем действовать. Владимир Владимирович, четырехчасовой рубеж мы преодолели. Может быть, Блиц? Блиц? А давайте. Кем вы мечтали быть в детстве? Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. я хотел быть и летчиком, и основная уже, когда в старших классах, я хотел быть разведчиком. И я, как вы знаете, стал он. Ну, такой совсем новогодний вопрос. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Посмотреть, что закусывать. А самый запоминающийся подарок от Деда Мороза? Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале в этом, да, и те, кто нас слушает и видит, согласятся. Самый большой подарок – это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. А какой совет вы бы дали молодёжи? Да, кстати говоря, насчёт подарков сейчас. Но больше всего, наверное, нас радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало и говорим, ай, какой я молодец. Понимаете, это, я уверен, особенно для мужской части аудитории и страны это точно совершенно. Больше удовольствия приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то. Хотя и то, и другое приятно. Значит, по поводу… Какой бы совет вы дали молодёжи? У нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них – это «береги честь с молоду». Вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать сегодня, надо думать о том, что будет завтра. Но вот ещё что я к этому присовокупил бы. Надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи. Ставить перед собой такие задачи, которые, может быть, и такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха. В. Владимир Владимирович, а что читаете? В. Сейчас ещё перечитаю Уголовный кодекс, потому что некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определённые незначительные, как ваши коллеги думают, правонарушения. Но у меня мало времени на чтение. Вот у меня на тумбочке, так скажем, в спальне лежит Томик Лермонтова. Я так люблю. Он такой очень гениальный молодой человек. Мне очень интересно, как такие вот гениальные люди того времени, как они мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днём. Ну и вообще, он гениальный человек. Я с удовольствием читаю. В. Дмитрий Сергеевич. Уже действительно больше четырёх часов. Всё-таки, может быть, через общение с журналистами уже подведём итог, Владимир Владимирович? В. Владимир Владимирович, я видел здесь… В. Дмитрий Сергеевич, ну давайте Бурятия. В. Дмитрий Сергеевич, сейчас. Бурятия не отступают, я помню. В. Дмитрий Сергеевич. Бурятия не бегут. Это не я сказал. В. Дмитрий Сергеевич, это наш герой. В. Владимир Владимирович, здравствуйте. Екатерина Иллистратова, город Улан-Удэ, республика Бурятия, ТВКОМ. Как вы знаете, в Бурятии есть уникальный центр восточной медицины. Это единственный центр в нашей стране, где лечат традиционными и даже нетрадиционными методами диагностики на восточных методах. Сейчас там изготавливаются лекарственные препараты, а также огромную оказывают помощь участникам СВО в реабилитации. И очень хочется, чтобы произошло расширение мощностей, потому что спрос большой, хочется, чтобы бойцы получали лечение в достаточном количестве, как можно больше бойцов проходило там реабилитацию, потому что там реально людей ставят на ноги, есть этому примеры. Поэтому просим поддержать создание нового корпуса Центра восточной медицины, ну и придать центру статус научно-исследовательского института. Прошу поддержать. В. Мне нужно только побольше конкретики. Какой конкретно, где этот центр? В. Восточной медицины. В. Хорошо, я пометил. В. Мы возьмём чек-координаты. В. Возьмите, пожалуйста, договорились. Давайте, прошу прощения, давайте вот в этот сектор, в этот сектор, давайте вот Югра, Югра. В. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По итогам августовского совещания с членами правительства вы поручили рассмотреть создание железнодорожной магистрали, которая свяжет Югру с Сибирью, Якутией и Китаем. По вашим оценкам, насколько это реалистичный проект и когда югорчанам ждать его реализации? В. Он нужен, этот проект. И правительство РАО «РЖД» рассматривает возможные варианты. Всегда это связано с инвест-программой РАО «РЖД». Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие восточного полигона. Все усилия туда сосредотачиваются. Но это направление тоже так или иначе имеет отношение к решению магистральных задач. Я не буду врать, я просто у Белозёрова поинтересуюсь, и у Белоусова Андрея Ромыча, которые по линии правительства курируют все эти направления. Вернёмся к этому и посмотрим ещё раз. В. Сибирь, давайте, Сибирь. Елена Беляева, ГТРК «Иртыш», «Вести Омск». Сегодня уже говорили про поворот на восток. Там, понятно, сейчас у нас определённый экономический интерес. И вот Омская область как раз находится на пересечении крупных транспортных путей. Как вы и знаете, у нас и Транссибирская магистраль, и Иртыш судоходный, и трасса федеральная, которая связывает восток и запад страны. И грузопоток. Основной идёт Европа, Казахстан, Средняя Азия через Омскую область именно. Но есть такая проблема. Довольно протяжённый отрезок очень востребованной трассы Тюмень-Новосибирск, ну, для нас в сторону Новосибирска. Это двухполосная дорога. Очень аварийная. Я сама по ней езжу, вижу вот эти фуры по кюветам лежат. И, соответственно, планируется ли расширение этой трассы? Это первое. И второе, чтобы нам максимально эффективно решать вот те логистические задачи, которые страна сейчас ставит перед нами на благо страны, нам нужен и аэропорт большой, современный, международного класса. Можем ли мы рассчитывать на федеральную поддержку? Вот, смотрите, у нас, вы знаете, сейчас вот, ну, не сейчас, в начале нашей беседы мы говорили о трассе на Казань, а потом, кстати говоря, на Тюмени, Новосибирск, мы кольцо хотим там сделать. Вот на это средства есть, они выделены, мы будем реализовывать. Они реализуются, эти планы. Значит, вот конкретно этот участок надо посмотреть. Я обязательно, Марат Шахетановичу Хрус-Нолину скажу об этом. Ну, это требует больших инвестиций. Надо посмотреть. Нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, то, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но я хорошо скажу обязательно и Министерству транспорта, и курирующему вицу премьера. Подумаем на это сейчас. Аэропорт, ладно. Хорошо. Сейчас не нужно кричать. Друзья, и заключительный вопрос, потому что мы уже ушли за четыре часа. Давайте Колесников, Андрей Колесников, который завершит вот эту часть пресс-конференции. Добрый день, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, Вы сами говорили, что мир никогда уже не будет прежним. Скажите, вот что бы Вы, если бы у Вас была такая возможность, сказали бы Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы Вы дали совет? Чего бы предостерегли? Жалеете ли Вы о чём-то? Значит, что бы сказал? Я бы сказал, верной дорогой идёте, товарищи. От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров. И по поводу советов на путьстве надо верить в великий русский российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развитии России. Спасибо. 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 Спасибо Вам большое. Пожалуйста, не сердитесь, если на все вопросы ответил. Ну, действительно, надо же и честь знать. Спасибо. Всего хорошего.